Коллеги, добрый день. Я надеюсь, меня слышно и видно. Жалко, что нельзя получить от вас обратную связь. Коллеги, я также представлюсь. Зовут меня Татьяна Валентиновна Куликова. Я являюсь директором Центра сопровождения проектов в системе образования. Работаю в Институте развития образования имени Бунакова, Воронежском институте развития образования. И начну, наверное, немножко с рассказа о себе, потому что представиться просто вот так формально для такой аудитории, это, наверное, малоэффективно. Расскажу немножко о себе. Мне посчастливилось работать в разных сферах системы образования. Мне посчастливилось работать в высшей школе. Я продолжаю, собственно, работать в одном из самых крупных классических вузов Воронежской области. Мне посчастливилось работать в системе дополнительного образования школьников и запускать в нашей области детский технопарк «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Всем известного нам, так или иначе, все регионы в этом сегодня участвуют. Мне посчастливилось работать. И вот теперь мне посчастливилось работать вообще в системе образования, сопровождать много разных проектов, которые касаются как системы, будем говорить, школы, так вот глобально, как школы, так и доп. образования, так и среднего профессионального образования и педагогического образования вообще в целом. Потому что здорово осознать то, что мы сейчас в единой команде вместе с высшей школой, вместе с педобразованием, высшей школой в педобразовании. И последнее, что хотел сказать, что мне посчастливилось работать также в крупном бизнесе. И это прекрасное время, и прекрасный взгляд, и прекрасный опыт, и он, безусловно, очень полезен для применения, в том числе в системе образования, для учета его в системе образования под крупным бизнесом. В данном случае, я понимаю, предприятие, группу компаний, которые работают в реальном секторе экономики. Да, коллеги, ну вот такое представление, такое представление сегодня, и теперь анонс того, чем мы сегодня с вами будем заниматься на этой части. Сегодня у нас время с вами не так много для того, чтобы сказать все то, что хотелось сказать. Время у нас до 13 часов. Как сказала, анонсировала Юлья Валентиновна, мы, безусловно, наверное, будем прерываться на небольшие перерывы. Я их буду анонсировать, они будут длиться не более 10 минут, поэтому не уходите далеко. Но какие-то смысловые отсечки для того, чтобы осмыслить и принять все сказанное выше, и перейти к логически, к следующей части, мы также будем делать. Соответственно, сегодня с перерывами мы с вами будем работать до 13 часов. В конце все-таки мне бы хотелось, с учетом того, что я вас не вижу, не слышу, и у меня, к сожалению, нет возможности с вами провести некий интерактив, но так или иначе этого интерактива очень хочется, поэтому, несмотря на то, что анонсировала Юлья Валентиновна, что у вас обратная связь организована, мне бы хотелось тоже обратную связь получить по итогу сегодняшнего мероприятия, поэтому в конце нашего мероприятия я вам все-таки некий интерактив предложу, и буду очень рада и очень признательна вам, если вы на этот интерактив отзоветесь. Это будет не так сложно и не так долго, и не займет у вас много времени, и отозваться можно будет даже с телефона. Я не знаю, на каких технических устройствах вы сейчас, с помощью каких технических устройств сейчас слушаете нас, смотрите, но даже с телефона это будет достаточно легко сделать, и это, безусловно, нам будет в помощь при проектировании следующих мероприятий, в том числе с вами, при проектировании мероприятий с вами и дальнейшего взаимодействия, потому что я думаю, что мы с вами в рамках вот даже этого взаимодействия еще встретимся. Коллеги, и про наполнение, да, про то, что мы сегодня с вами обсудим, про то, чего мы с вами коснемся. Ну, очень здорово, что у нас тематика самих курсов звучит, в тематике самих курсов звучит слово «вызовы». Это прекрасно, и мы, когда в своем контуре, региональном контуре инновационного сообщества, когда с инновационным сообществом говорим в системе образования, мы всегда говорим и стараемся взять рамку шире, шире самой системы, посмотреть на систему извне и посмотреть, что же влияет на эту систему, собственно, извне. С какими вызовами система сталкивается, чем они продиктованы, и мы всегда стараемся подумать немножко шире нашей ежедневной с вами деятельности и так тех проблем, тех тематик, тех смыслов, в которые мы погружены с вами каждый день и посмотреть, а что же эти смыслы формируют извне. И, коллеги, я сейчас попробую поделиться с вами экраном. Ну, я надеюсь, вы его увидите. Мы в первой части, ну, в такой, в первой, условно, первой смысловой нашей части поговорим с вами конкретно о вызовах. Мы вот попробуем тоже встать в эту позицию извне и посмотреть на систему образования извне, и посмотреть на те изменения, которые сейчас происходят, на проекты, подумать о том, а почему они сейчас происходят, и почему они ровно такие, почему, там, попробуем поразмышлять над тем, почему запущены национальные проекты, и почему они запущены в такой структуре, и почему они затрагивают те или иные области, ну и так далее. То есть в первой части нашего сегодняшнего занятия мы будем говорить про контексты, про контексты, диктующие нам изменения. И во второй смысловой части нашего сегодняшнего занятия мы, безусловно, с вами поговорим про то, а как, собственно, эти контексты преломляются в системе образования, ну, в частности, в Воронежской области. Мы коснемся реализации ряда проектов в рамках национального проекта образования в Воронежской области. Мы коснемся, безусловно, дистанционного образования. Спасибо. Коснемся, безусловно, вопросов дистанционного образования. Я покажу вам воочию. Вот я не буду с вами сегодня с одной презентацией совершенно точно. Я буду достаточно часто переключаться на разные ресурсы, на разные кейсы, которые буду советовать посмотреть, познакомиться более детально, потому что мы, безусловно, с вами не сможем про все детально поговорить. Поэтому, коллеги, обращайте внимание, потому что ни с одной презентацией мы сегодня будем работать, и в том числе, возвращаясь к дистанционному образованию, я покажу кейс в Воронежской области, как дистанционное образование, которое пришло к нам, да, простите за эту терминологию, но скорее, да, реализация программ с помощью электронного образования и дистанционных образовательных технологий, но вот, которое неожиданно пришло так масштабно весной, в которой в этой ситуации вся страна оказалась, да, и в какой-то степени продолжает оказываться, мы про это тоже с вами порассуждаем и тоже посмотрим конкретный кейс. Вот, коллеги, я предлагаю тогда уже начать погружаться непосредственно в смысл, да, непосредственно в смысл, и вот предлагаю вам поразмышлять на следующую тему. Вот сейчас мы будем говорить шире, не из системы образования. Коллеги, когда мы начинаем говорить про вызовы, про контексты изменений, про причины запуска тех или иных проектов, вообще про причины изменений сегодня и то, чем они продиктованы, важно, на наш взгляд, важно понять признаки сегодняшнего мира, да, в котором мы с вами находимся, в котором живем, и так как система образования — это система, которая работает с будущим фактически, да, это система, которая априори работает с опережающим запросом, с перспективным запросом, то, безусловно, в этой системе этот перспективный запрос должен, безусловно, учитываться. И вот вопрос о том, а какой это запрос? А, собственно, что это? И, наверное, ответить на этот вопрос нельзя, если не брать совсем-совсем широкую рамку, включая в том числе технологический уклад, в том числе произошедшие уже, и, возможно, те, которые произойдут, и с чем они будут связаны, промышленные революции, с развитием технологий, ну и так далее, и так далее, которые, собственно, формируют ту среду, в которой мы сейчас живем и находимся, и про среду мы, вот, я буду, наверное, тоже уходить от широкой рамки и приводить какие-то примеры, да, в системе образования, и с системы образования, в которой мы находимся, может быть, с этой связкой, с этими примерами будет чуть-чуть попроще восприниматься эта информация. Ну, коллеги, и вот я предлагаю подумать о признаках среды, о среде в целом, в которой мы с вами сейчас существуем. А что поменялось, коллеги, а что поменялось? А почему вообще нужно что-то менять? А чем система образования, которая была раньше, которая существовала в многие десятилетия, чем, собственно, она плоха или хороша, и почему она подходит или не подходит? Ну, вот, предлагаю подумать над ответами на все эти вопросы или попыткой сформулировать эти ответы. Ну, коллеги, насколько мы с вами сейчас знаем, мы живем с вами поправить, может быть, меня в шестом технологическом укладе и со свершившейся четвертой промышленной революцией. А, собственно, что это? Собственно, с чем эти революции связаны? Мы знаем, что их было четыре, да, и давайте попробуем воспроизвести. Это паровой двигатель, паровая машина, да, это конвейер, это конвейер и совершенное переформатирование производств и производственных процессов и технологий. Это появление и широкое распространение электроники, компьютерной техники, да, это вот третье веха такого развития, который стал для нас уже привычный. Ну, и вот, собственно, наступила четвертая широко анонсируемая, про которую все говорят и в которую все стремятся, но, наверное, не все еще вполне и до конца туда пришли, в том смысле, в котором она сформулирована. А что такое четвертое? А четвертое — это, ну, если обобщить, да, наверное, если обобщить, то это умные автоматизированные производственные комплексы. Ну, так или иначе, да, все промышленные революции, они связаны с промышленностью, с логикой построения технологического процесса производства, выпуск продукции, массоупотребления там и так далее. Вот, поэтому, безусловно, здесь речь идет главным образом о производствах. А, собственно, а почему и за счет каких технологий и, собственно, мы можем прийти к вот этим умным, так называемым, производствам? А что такое умное производство? А умное производство — это не просто автоматизированное производство, это производство, которое анализирует огромное количество данных, получаемых разными совершенно способами, в том числе от своих потребителей и принимающее решение на основе анализа данных. Причем решение, как правило, наиболее оптимальное, наиболее рациональное, снижающее затраты и вред, приносимый там окружающей среде и так далее, и так далее. И, собственно, резко отражающиеся на себестоимости продукции и на рациональном использовании ресурсов для производства этой продукции. То есть умное производство — это производство, которое фактически существует практически без вмешательства и контроля человека, и при этом принимает те решения, которые человек, наверное, бы и не смог принять в такой период времени с учетом необходимости анализа большого количества информации. И вот мы подходим, коллеги, к той реальности, в которой мы с вами уже живем и живем, надо сказать, чувствуя, испытывая дискомфорт. Мы все испытываем дискомфорт. От чего? От количества информации. Я думаю, что вы не будете со мной спорить. В этом смысле мы все этот дискомфорт испытываем, особенно когда мы все окунулись в тот самый дистант, мы начали осознавать действительно, о сколько информации даже при подготовке к занятию. Информация огромное количество, она поступает к нам бесконечно. Мы все бесконечно получаем всяческие информационные рассылки, официальные письма. Мы совершенно точно не успеваем за всем этим следить и все это усваивать, обдумывать, осмыслить. Вы знаете, я люблю здесь приводить этот пример и люблю вспоминать своего коллегу, который работает в высшей школе. Это молодой ученый, молодой успешный ученый в своей области. Он занимается, так широко скажу, материаловедением. И вот в какой-то момент, когда он отвлекся на ученый совет, и на дела ученого совета ему пришлось достаточно быстро погрузиться, мы с ним разговаривали о том, что он как бы рефлексировал на тему, на тему количества информации, на какую, что вот яркий, яркое сравнение, такой яркий образ для меня до сих пор, я поэтому все время к нему возвращаюсь, что он сказал ключевую вещь. Он сказал, что, знаешь, Татьяна, я вот неделю занимался, ну как бы таким посторонними вещами, да, не впрямую относящиеся к моей научной деятельности, и понял, что за неделю по тематике той, которой я занимаюсь, вышло такое количество статей в мире, что я их никогда за всю свою жизнь все не прочитаю. Вот это такой яркий образ, и от него, честно сказать, мурашки идут по коже, потому что мы понимаем, что раньше были библиотеки, и они сейчас есть, и это прекрасно, но сейчас есть информационно-библиотечные центры, да, они уже все-таки трансформировались от классического представления библиотек. Раньше мы искали нужную нам информацию, и ее было ограниченное количество, и для ее поиска необходимо было потратить некоторое время и ресурсы, и не всегда она была в доступе, и не всем она была в доступе. А теперь, коллеги, давайте посмотрим на сегодняшний наш мир, как он выглядит и какой прогноз развития этого мира, этой среды и этой отрасли в данный момент времени. Ну вот на слайде ключевые признаки, они как бы перечислены. Во-первых, скорость и объемы, мы уже поговорили о том, что сейчас у всех практически есть персональные мобильные устройства, вычислительные, фактически являющиеся электронно-вычислительными машинами, то есть у вас у всех в руках есть смартфоны, и это мини-компьютеры, которые прекрасно в среду поставляют информацию, самую разную. Мы сами являемся источниками этой информации бесконечно, в каждую минуту, и даже сейчас мы в сеть транслируем огромное количество данных. Эти данные можно регистрировать, снимать, это данные не только аудиозапись, которая сейчас идет и записывается, это и видео, это и возможность снятия большого количества другой информации, даже с этого же, с нашего эфира, потому что технологии сегодня это позволяют. Ну что интересно, да, мы сейчас тоже к этому перейдем, то есть сейчас мы, собственно, человечество в среду поставляет столько данных, сколько человечество не поставляло никогда, ни в какой исторический период времени. И, собственно, да, эти данные не только хаотичные и бестолковые, да, как могло бы показаться, ведь мы же сейчас фактически с вами все свои жизни открыли социальным сетям, в социальных сетях огромное количество информации, она не всегда полезная и не всегда нужная, иногда полезная и очень нужная, да, огромное количество мессенджеров, где мы с вами переписываемся, и там тоже огромное количество информации. Ну и огромное количество просто доступных ресурсов, где выкладывается самая ценная информация, самая актуальная информация, да, это результаты научных исследований, которые все доступны в огромном количестве в информационных базах и источниках. Ну то есть информации сейчас у нас много, и ежедневно ее становится все больше и больше и больше, и становится ее больше в разы. Еще один интересный момент, коллеги, мы с вами все пользуемся и очень активно пользуемся, и считаем это очень удобным, и действительно это очень удобно, особенно когда, например, вы находитесь в дистанции и с коллективом работаете над одной задачей, да, вы понимаете, что общие платформы общего пользования, где вы можете обменяться, эффективно обменяться информацией, и обратной связью, видеть одно и то же в один момент времени, все вместе работать на одной платформе над одним и тем же, это очень ценно, востребовано и широко используется сегодня, и в том числе я говорю сейчас про хранение данных, да. Собственно, это уже используется сейчас, а будет использоваться все шире и больше, и мы понимаем, что кроме того, что мы генерим огромное количество данных, потому что у нас появилась такая техническая возможность, мы еще эти данные располагаем в открытом доступе, на каких-то облачных общих хранилищах. И вот удивительно, но вы видите прогноз, вот в этой презентации многие, да, многие цифры, многие показатели, которые будут упоминаться, это показатели реальных исследований, реальных прогнозов, которые сделаны теми или иными коллективами в тот или иной период времени, и вот что интересно, обратите внимание, практически 50% всех данных будут храниться в общедоступных облачных средах. Да, это уже есть сейчас, это достаточно широко распространено, о чем мы сейчас с вами поговорили, да, а это говорит о чем? Это говорит о том, что огромное количество информации обо всем на свете доступно всем в любой момент времени. И, коллеги, это прекрасно. Это настолько же прекрасно, насколько и ужасно, да, в нашем сегодняшнем восприятии. Ну и еще один момент, который, развитие технологий, которые сильно изменили нашу жизнь уже сейчас и изменят еще больше во всех смыслах этого слова, – это, конечно, обмен информацией. Обмен информацией, развитие телекоммуникационной отрасли, развитие соответствующих технологий, передачи информации, беспроводной связи и так далее, и так далее. Коллеги, вспомните, я тоже всегда вспоминаю вот это время, когда, помните, у нас уже появились телефоны с соответствующими протоколами, да, поддерживающие соответствующий протокол передачи данных, и мы все с вами искали Wi-Fi. Мы все с вами искали Wi-Fi для того, чтобы, ну, выйти в сеть, да, выйти в мировую сеть, и это был наиболее удобный, наиболее удобный инструмент, наиболее надежный, обеспечивающий вот нашу надежную связь с мировой сетью. Коллеги, мы все искали Wi-Fi, он где-то был, и он чаще всего был, если вот мы говорим про общее пространство, да, общедоступное пространство, то чаще всего он был где-то, где организованы места общественного питания, да, там всегда стояли точки Wi-Fi, и это был центр притяжения, даже если человек пришел не в соответствующее заведение, а просто рядом, он мог встать, поймать этот Wi-Fi и обменяться информацией или получить ту информацию, которая ему нужна, потому что, собственно, наши мобильные операторы не давали нам такой возможности. Ну, коллеги, а если посмотреть сейчас, то я уже не ищу Wi-Fi, я не знаю, как вы, я уже не ищу Wi-Fi, я понимаю, что мой сотовый оператор предлагает мне совершенно аналогичную, аналогичную по качеству передачи данных, да, совершенно меня устраивающую и по скорости, и по качеству, и по доступности протокол передачи данных, и это здорово, да, и это здорово, что вот я практически в любой точке, в любой точке земли, в любой момент времени нахожусь на связи и уже даже не пользуюсь такой простой вещью, которая была нам привычна и удобна, как SMS-сообщение, да, мы с вами уже SMS-сообщениями, наверное, давно не пользуемся или пользуемся минимально, а SMS-сообщение, вообще всю переписку и даже социальные сети сейчас уже заменили мессенджеры, которые позволяют звонить, которые позволяют писать, которые позволяют обмениваться файлами, и вы знаете, если вы участвуете, а вы точно участвуете в реализации федеральных проектов, насколько я знаю, у нас сейчас среди слушателей достаточно много коллег из сельских школ и малых городов, и это прекрасно, коллеги, я вас приветствую, вы наверняка участвуете в федеральном проекте «Современная школа» в части реализации мероприятия создания центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Коллеги, приветствую вас в этом смысле. Есть еще замечательное мероприятие другого проекта «Цифровая образовательная среда», и участвуя во всех этих проектах федеральных, вы знаете, что по всем проектам созданы вместе с федеральным проектным офисом чаты в разных мессенджерах, чаты в Телеграме, чаты в Ватсапе, чаты еще где-то, возможно, в какой-то среде еще у вас есть группы соответствующие в социальных сетях, которые показывают, как вы работаете, сколько у вас замечательных мероприятий проводится и так далее, и так далее. И вся эта речь о чем? Вся эта речь о том, что мессенджеры стали гораздо более удобными, чем, например, электронная почта. Мы ей тоже уже не столь охотно пользуемся, потому что информация передается медленнее, чем нам бы хотелось, а в чатах быстрее, надежнее, быстрее получить обратную связь и так далее. И ни в коем случае не агитируясь сейчас за чат или за какой-то конкретный ресурс, которым нужно пользоваться. Нет, коллеги, я просто говорю о том, что стандарты передачи данных, они изменились. Мы все время с вами ускоряемся. Почему мы ускоряемся? Потому что информации становится больше. Это требует от нас нахождения в постоянном тонусе. Нам нужно каждую секунду с вами анализировать разные потоки информации и анализировать их эффективно. Эффективно это значит успевать их осмыслить. Успевать их осмыслить и на основе этого осмысления принять решение. То есть мы постоянно с вами в тонусе, мы постоянно с вами потребляем какую-то информацию. И что интересно, я тоже все время об этом вспоминаю, вот в этом бесконечном потоке информации надо себе задать вопрос, собственно, а когда же переходить из позиции потребителя в позицию создателя, в позицию творческую. Потому что, насколько я знаю, по результатам исследований различных, это уже исследований медицинских, биологических, психологических, психофизических, человеку для того, чтобы переключиться от потребления информации к творческому процессу, когда он на основе даже этой информации может что-то создать, какой-то продукт, требуется минимум 20 минут. И вот я с грустью понимаю, что, наверное, надо проводить исследования заново, нужно уже анализировать какую-то другую среду, потому что мы с вами понимаем, что у нас нет этих 20 минут. У нас нет 20 минут пустых, в которые не поступает к нам никакая информация. Мне даже сложно представить эту ситуацию. У кого есть эти 20 минут для того, чтобы в 20 минут у нас молчал телефон со всеми его мессенджерами, социальными сетями и всем прочим, к нам бы молчали коллеги, ничего бы не говорили, мы бы ничего не смотрели с вами. Это практически какая-то, практически нереальная ситуация, мне кажется. Стандарты передачи данных изменились. Мир изменился, и изменили его данные. Изменили его данные. Но, коллеги, данные – это же тоже следствие. Это же тоже следствие. Мы понимаем, что, например, стандарты передачи данных изменились, усовершенствовались и позволяют нам творить и вытворять фактически невероятные вещи. Интересная мысль, что все, кто занимаются научной деятельностью, они увлекаются фантастикой. Так или иначе, они увлекаются соответствующим жанром в литературе. И помните, во многих фантастических рассказах очень красочно описывались наши с вами сейчас общения, например, в Зуме. Особенно если бы я вас видела и могла бы смотреть на вашу реакцию и получать обратную связь и находиться в диалоге, то практически было фантастикой, что человека можно на расстоянии услышать, да еще и увидеть, да еще и посмотреть, что вокруг него происходит, да еще и в режиме реального времени. Это просто фантастика. А на самом деле это просто развитие технологий сейчас логичное, которое идет семимильными шагами и изменит наш мир до еще более неузнаваемых вещей в ближайшие десятилетия. Нам с вами, находясь в системе образования, просто надо быть к этому готовыми и понимать, как должен трансформироваться наш образовательный процесс для учета всего того, что происходит и будет происходить в мире так или иначе. Но вот сейчас все говорят про сети 5G и про то, что там, где эти сети 5G уже есть, мир уже сильно изменился, да, они так или иначе будут везде. Если вы сейчас пользуетесь 4G и абсолютно довольны этим для передачи данных, то представьте, даже сложно представить, что же будет, когда к нам придет полноценный 5G, и мы все сможем этим пользоваться. Коллеги, поэтому, безусловно, данные – это тоже следствие, следствие развития технологий, а именно развития, ну, в большей степени, наверное, электроники, в большей степени электроники и в большей степени материаловедения для электроники и для систем передачи данных. Безусловно, наверное, это основные технологии, которые позволили нам настолько изменить мир до совершенной неузнаваемости. Да, это провокационный вопрос. Коллеги, я его всегда задаю на наших семинарах нашим инновационщикам. Этот вопрос сам по себе интересен. Я предлагаю его зафиксировать, повесить в воздухе, попробовать с вами все-таки подискутировать во время обратной связи, может быть. На основании всего этого, всего вышесказанного, не буду повторяться, на основании всего вышесказанного я всегда задаю вопрос своим коллегам. А вот человек будущего, это, собственно, те дети, наверное, с которыми мы сейчас работаем, это же, безусловно, наше будущее, особенно малыши, с которыми мы сейчас работаем. Неужели человек будущего – это человек, обреченный на некомпетентность? Потому что он просто не способен проанализировать и осмыслить весь тот объем информации, который в мире есть. Давайте пока зафиксируем этот вопрос и попробуем на него ответить чуть позже. А мы продолжим, собственно, экскурсию по среде, которая нас окружает, да, экскурсию по миру. Посмотрим, еще раз попробуем посмотреть на него со стороны и посмотреть, куда он будет развиваться. Вот, коллеги, про правую картинку на слайде мы с вами уже поговорили, про то, что, собственно, это мы все с вами, и мы все с вами сейчас заполонили просто всю среду информацией разноплановой о себе, о всех процессах происходящих, о результатах нашей деятельности, нашего интеллектуального труда и вообще любого труда. Мы все фотографируем, все выкладываем, есть артефакты нашей деятельности в сети и так далее. В общем, мы заполонили все, что могли, и продолжаем этим заниматься. Но, коллеги, что интересно, возвращаясь к четвертой промышленной революции и текущему технологическому укладу, вы видите левую картинку, и она менее очевидная, чем правая, но так или иначе, это уже тоже та реальность, в которой мы существуем, а именно, что с нами спорят в плане создания новой информации в среде, даже не люди и даже не живые существа, а вещи, созданные же тоже нами. И вот это интересная мысль, и она не столь очевидная. Собственно, если мы говорим про умопроизводство и про технологические возможности, которые у нас сейчас есть, мы понимаем, что любая вещь, которая находится, подключена к сети тем или иным способом, также может являться источником информации, и не то, что может, она является источником информации, и будет занимать эту роль все больше и больше, и даже отнимать эту роль у нас в ближайшей перспективе, если мы действительно реализуем проект цифровой экономики, который также является национальным проектом в Российской Федерации, ну, собственно, в других государствах есть аналогичные проекты, по внедрению цифровизации практически во все сферы жизни, в том числе в производство, и, соответственно, надо быть готовыми к тому, что огромное количество информации дадут нам заводы, дадут нам объекты социальной среды, даст нам город как среда, ну, и так далее, и так далее, и вся эта информация будет поступать не от людей. Ну, и, собственно, вот мы подходим, наверное, к ключевым вещам, которые позволили и позволяют изменить мир до неузнаваемости фактически, но это ключевые вещи уже сегодняшнего дня, и, вы знаете, я вчера буквально посмотрела открытый диалог, открытый разговор со спецпредставителем президента по вопросам цифровизации от 14-го числа, совсем свежий, интересно мне было, я узнала оттуда что-то новое для себя, я тоже вам советую посмотреть, поинтересоваться, вот, например, среди прочего, я узнала, что утвержден федеральный проект по искусственному интеллекту и его, собственно, внедрению, наверное, да, и его включению во все остальные сферы в Российской Федерации. Вот федеральный проект по искусственному интеллекту в рамках цифровой экономики, насколько я понимаю, утвержден сегодня, и даже я с утра успела скачать паспорт этого проекта, но не успела еще прочитать, поэтому не могу вам рассказать про содержание, но так или иначе, вот мы видим на слайде одну из ключевых технологий, которая семимильными шагами развивается сейчас, и мы все тоже являемся пользователями этой технологии, например, это наши голосовые помощники, голосовые помощники, с которыми мы все разговариваем. Вы знаете, я удивилась, когда увидела свою племянницу, приехавшую, городского типичного жителя сегодня уже, приехавшую в загород, в загородный дом, где есть сад, ну и, соответственно, лес недалеко от дома, и вот этот замечательный ребенок, она ходила со своим смартфоном и разговаривала с Алисой на тему того, какие деревья и вообще какая растительность есть вокруг нее, и вот замечательный, очень у них совершенно интеллектуальный, насыщенный, я хочу сказать, получился диалог, значит, они разобрали, собственно, по элементам всю ту среду, которую видели, но, честно сказать, со стороны это все-таки смотрелось еще непривычно, но вот это про среду, про среду, которая изменилась, и про ту разницу в ней, про разную среду, в которой мы живем, в том числе с нашими же детьми. И вот нужно признать, что среды у нас разные, особенно те среды, если сравнивать среду, в которой мы выросли, и со средой, в которой растет сейчас, например, племянница моя, находясь в первом классе, это разные среды, это совершенно разные среды, и, соответственно, воспринимаются эти среды по-разному, элементы у них разные, и взаимодействия с этими средами разные совершенно, и поэтому для меня это такой яркий образ, вот как раз племянницы, которая разговаривает с Алисой на тему растительности в лесу. Коллеги, искусственный интеллект. Все пользуемся. Есть один нюанс, связанный с другой технологией, с большими данными, вот они здесь есть, с анализом больших данных, и нужно понимать, что, скорее всего, искусственный интеллект невозможен, и вот реализация в полной мере этой технологии и применение этой технологии невозможна без технологии больших данных. И, собственно, внедрение во многие процессы вот того самого искусственного интеллекта немножко притормаживает, простите, да, за такую терминологию, но немножко задерживается ровно из-за того, что не сформирован массив больших данных, не сформирована технология их фиксации, и мы вот, возвращаясь к системе образования, будем говорить в том числе про это, да, и, собственно, не на чем этот искусственный интеллект учить, да, потому что искусственный интеллект учится на выборках, на выборках данных так или иначе, по те или иные задачи, под которые он, собственно, задуман, под которые он, собственно, задуман. Поэтому большие данные, но, учитывая нашу сегодняшнюю жизнь и понимая то, что данных становится все больше и регистрируется их все больше, мы понимаем, что, наверное, эта проблема будет существовать не всегда, она уже, наверное, практически не существует с учетом реализации такого глобального проекта по цифровизации всех областей, то, безусловно, данные по всем процессам, необходимым для обучения искусственного интеллекта и глобального его применения, они, безусловно, у нас будут, что выведет в том числе многие отрасли на совершенно новый уровень выводят уже сейчас. Ну и, конечно, коллеги, интернет вещей — это то, что, собственно, позволит взаимодействовать, в частности, на умных производствах взаимодействовать со всеми элементами этого производства и управлять ими, и принимать решения, потому что от них идут данные и так далее. Ну вот, собственно, наверное, три кита, на которых стоит индустрия 4.0, это четвертая промышленная революция, благодаря которым она, наверное, свершится. Но, коллеги, это день сегодняшний, это даже день не завтрашний. Это день сегодняшний, и тут надо себе тоже зафиксировать вопрос сейчас, повесить его в воздухе, а как вот этот день сегодняшний отражен в системе образования. А как этот день сегодняшний учитывается, даже сегодняшний день учитывается в том образовательном процессе, в котором мы находимся. А как этот день сегодняшний учитывается для построения образовательного процесса. Ну и так далее. Здесь к образовательному процессу много можно отнести вопросов, зафиксировать их просто для того, чтобы порефлексировать, проанализировать, ответить про свой образовательный процесс или про образовательный процесс и систему образования в целом. Ну и так далее. Пока мы зафиксируем, так как это относится ко второй части нашей сегодняшней встречи, пока мы зафиксируем это в воздухе. Как то, над чем мы еще поговорим. И вот несколько важных выводов из всего вышесказанного. Коллеги, вот если обращаться к проектной методологии, которая широко распространена сейчас в бизнесе, и в частности, наверное, главным образом пришла к нам из IT-сферы, которая широко развелась, львиную долю всего занимает. Про это тоже отдельный разговор можно надолго затеять. Разговор очень интересный про IT-отрасль и про проектную методологию, и про ее применимость на все остальные отрасли. Но, коллеги, есть в проектной методологии одна замечательная вещь. Это работа с рисками. Работа с рисками. И вот, как правило, ни один проект не запускается, и вообще, в принципе, нельзя приступить к его реализации. Нет, приступить можно. Но только это неэффективно, неразумно. А приступить можно. И, как правило, вот те, которые в этой проектной методологии существуют и работают в бизнесе, они понимают и не приступают без этого, без проработки рисков. А что вы, какие риски вообще у этого проекта есть, с какими рисками предприятие может столкнуться при реализации задуманного, и когда столкнется, что оно с этим будет делать? Коллеги, вот эту методологию было бы здорово, вот этот элемент работы было бы здорово перенять во многие сферы нашей жизни, да, и прорабатывать риски, и учиться работать с ними до того момента, как они наступили. Потому что, когда они наступили, уже надо что-то делать, уже надо принимать какие-то решения. И вот один из соответствующих рисков, да, с которым нужно работать, и вот вчера тоже в том диалоге, который я смотрела, об этом также упоминалось, и это само по себе достаточно интересно. Коллеги, мы с вами вот сейчас, наверное, разговариваем в таком странном формате, не можем встретиться воочию, да, и вы знаете, что вы находитесь в ряде ограничений. Кто-то в более жестких, кто-то в менее жестких, но так или иначе, потому что случилась пандемия, потому что пришел реальный биологический объект, реальный вирус, который парализовал практически многие процессы на некоторый период времени, и с которым человечество только учится жить, учится взаимодействовать, учится общаться, как вот элемент среды. Пришел и изменил нашу реальность, да, в которой мы с вами существуем. А теперь, коллеги, давайте подумаем о другом, что следующая пандемия, скорее всего, которая нас ожидает, это пандемия вирусов небиологических. Это пандемия вирусов, живущих в нашей информационной среде или еще не живущих, но которые точно там появятся, да. И вопрос, с учетом того, что вся наша с вами работа, все наше взаимодействие, вся наша жизнь фактически уже сейчас построена, и в нее включены элементы информационной среды, электронной среды, да, которая активно включается во все процессы. Вопрос, а если придет такой же жуткий вирус в эту информационную среду, что мы с вами будем делать? А он придет. Прогнозы такие, что он точно придет, и мы можем получить обратную ситуацию, да, когда мы с вами не можем пообщаться с помощью вот замечательной видеоконференции, да, потому что все парализовала другая пандемия. Коллеги, мысль вполне себе интересная, но это действительно реальность, с которой нужно работать, и в которой мы уже существуем с учетом такого большого количества процессов, которые происходят в информационной и электронной среде, и такого большого количества информации, и значимости этих процессов, и значимости этой информации. И, безусловно, здесь нужно думать про то, это вот как раз в том числе компонента образовательная, про то, что если мы являемся источниками информации, пользователями ее, да, пользователями этой среды, то, безусловно, в этой среде должны быть выстроены некие правила, в этой среде должен быть некий этикет, в этой среде должна быть некая гигиена, которой мы придерживаемся, да, как мы учим детей, значит, выбрасывать мусор в соответствующие места для сбора мусора, да, сейчас дети прекрасно живут в среде с раздельным сбором мусора, да, в детском технопарке Кванториум в частности, да, значит, реализуются соответствующие проекты детские, да, то есть дети достаточно легко и просто воспринимают, это тоже элемент, который уже относится немножко к будущему, к экологическому мышлению, оно уже сейчас начинает развиваться и формироваться как нечто логичное, понятное, да, и может быть непонятное, не вполне понятное нам, да, когда мы смотрим на людей, которые не пользуются тем или иным, потому что это вредно для среды, для нас это кажется еще пока странным, но мы к этому идем, да, и сегодня мы тоже поговорим о развитии технологий в эту сторону, ну, так вот, если мы учим детей собирать мусор, ну, такой физически существующий мусор, да, выкидывать его, не сорить, там, не ходить по газонам, ну, зачем, да, вот где-то в парках это запрещено, ну, и так далее, то есть мы прививаем какие-то нормы поведения, мы не пытаемся привить, понимая, что если эти нормы поведения не будут соблюдаться, то среды не будет существовать, ну, в какой-то перспективе, да, мы знаем, что мы к этому семимильно шли, собственно, почему про экологическое мышление сегодня так много говорят, почему это так важно и так нужно формировать, потому что мы понимаем с вами, что мы благодаря развитию химической промышленности наделали уже столько, что в мировом океане есть отдельный, значит, представляющий интерес объект, это мусорное пятно, да, которое бесконечно увеличивается, неперерабатываемые отходы, то есть мы на своей планете свою среду благодаря этому уже засорили, уже засорили настолько, что это становится действительно проблемой и целым направлением развития технологий в будущем, собственно, определив, то есть наша жизнь определила направление развития технологий в этом смысле. Так вот, возвращаясь к информационной среде, коллеги, мы понимаем, что по аналогии, наверное, стоит действовать так же, и, наверное, об этом стоит задумываться уже сейчас, о том, что гигиена, кибергигиена, так называемая, да, есть, с одной стороны, вот такой начальный уровень, который должен быть у всех и привит всем, это кибергигиена, и такой более профессиональный уровень, который так или иначе, с которым так или иначе должны быть тоже знакомы люди, это кибербезопасность, да, вот кибербезопасность, ну, уже нечто более сложное и более профессиональное, но кибергигиена, она должна быть точно соблюдаться всеми, и представление о ней должно быть даже с точки зрения защиты себя, даже с точки зрения, ну, понимание того, что все-таки в среде оказывается. И в этом смысле же есть риск, с одной стороны, нанести вред среде, с другой стороны, нанести вред себе, а с третьей стороны, нанести вред себе, в том числе с точки зрения наличия в среде образовательного контента. Образовательного, возвращаясь к дистанту, коллеги, я покажу сегодня кейс, который мы собирали для наших коллег в сопровождении этого периода дистанта. Сейчас огромное количество источников, содержащих информационный контент, содержащих образовательный информационный контент, которым можно воспользоваться, особенно в дистанте. И мы, безусловно, с вами понимаем, что мы его весь не проверим, что мы на каждый элемент этого контента не получим экспертизу. И так далее, и так далее. И вот с этим связано развитие другой ключевой, важной компетенции. И это, возвращаясь тоже, такая отсылка к образовательному процессу. То есть мы немножко затронули экологическое мышление, сейчас немножко затронем еще одну компетенцию, которая принципиально важно формировать уже сейчас. Уже принципиально важно строить таким образом образовательный процесс уже сейчас. Это критическое мышление. Коллеге принципиально важно в огромном потоке информации, в огромных ее объемах выделить важное, выделить настоящее, выделить достоверное. И использовать это соответствующим образом. И это является одной из ключевых компетенций уже сейчас, а тем более в будущем, с учетом того, что нарастать объем информации будет непреклонно и бесконечно. Над бесконечным стоит подумать. Сейчас тоже вернемся к технологиям. Но нарастать точно будет. И если мы говорим про перспективу 20 лет, то тут достаточно понятная перспектива, что будет нарастать. И вот вопрос, какие данные взять, какие данные проанализировать, какими данными можно пользоваться, какими нельзя дать точный рецепт. Мы не можем дать детям точный рецепт, что дети или люди, и вообще просто в принципе коллеги, пользуйтесь вот этим ресурсом. Он надежный. Мы не можем дать этот рецепт, потому что на этом ресурсе тоже появляются данные каждый день, они каждый день обновляются. И не все данные проверяются настолько, насколько нам бы хотелось, чтобы была гарантия, что эти данные точно хороши, точно отражают действительность, точно нет в них никаких искажений и так далее. И вот понимая, что данные, вот подытоживая эту часть, понимая, что данные – это, наверное, самый ценный нематериальный актив, которым мы сегодня обладаем, который создает отпечаток на всех наших процессах, является отпечатком всех процессов, которые происходят, является источником изменений, источником многих процессов. И еще одна интересная мысль, про которую тоже хотелось бы поговорить, коллеги с вами, это про то, чего такая глобальная мировая истерия, вокруг чего развилась, эта истерия продолжает развиваться, и она не затихает. И, собственно, вы уже тоже могли как бы прийти к этой мысли во время вступлений, во время разговора про четвертую промышленную революцию, индустрию 4.0, про умные производства, и про то, что когда вот рассказывают про эти умные производства, всем становится страшно, потому что мы понимаем, что на этих умных производствах нет места человеку. Ну, или кажется в начале, когда мы начинаем про это говорить, всегда кажется, что места нет. Всегда кажется, что места нет, но на самом деле это не так. На самом деле это не так. Давайте проанализируем вот собственный опыт, да, собственный опыт, который у нас точно у всех есть. Коллеги, помните, всегда говорили про то, что вот с приходом компьютерной техники, вот такой глобальной компьютеризации, да, всего, что есть. Значит, многие процессы автоматизируются, у человека появится больше свободного времени, да, потому что, собственно, автоматизируются многие процессы, такие чисто механические, которые мы с вами там все делали, даже набор текста, да, или подготовка какой-то документации, вот самое простое, да, подготовка и обмен какой-то документации, хранение какой-то документации, значит, это сильно упроститься с приходом вот замечательных этих наших технологий, хранения, создания, просто с приходом компьютера. А, коллеги, давайте теперь, давайте теперь, положа руку на сердце, себе сами честно ответим. Вот в каждом кабинете есть компьютеры, много, есть проведен интернет, у нас есть телефоны, у нас вот есть, я вот сижу с жестким диском, выносным, да, потому что там много важной и нужной для меня информации, с флешками мы с вами все ходим, да, с дисками, когда-то ходили на дисках, что-то хранили, ну, кстати, уже век дисков был недолг, и мы достаточно быстро перешли на другие стандарты хранения. Давайте положим себе руку на сердце и спросим себя, появилось ли у нас больше времени, коллеги? И, наверное, мы все с вами ответим на вопрос, что да вот как-то нет, как-то вот пришли, пришла вся эта техника, автоматизировались действительно многие процессы, они действительно стали проходить значительно быстрее, проще, логичнее, но при этом меньше людей нам не потребовалось, да, то есть вот, казалось бы, придут компьютеры и уйдут там машинистки, да, уйдут те девушки, которые набирали нам в печатных машинках текст под диктовку, да, или с каких-то рукописных трудов и так далее. Казалось бы, что да, вот, наверное, такая профессия, как профессия исчезнет, наверное, да, наверное, она исчезла, потому что у нас у всех появилась соответствующая техническая возможность, у нас у всех появилась соответствующая техническая компетенция. Коллеги, сложно найти человека, который сейчас не может на стандартной клавиатуре набрать текст. У всех есть такая возможность и, наверное, у всех есть соответствующее умение, у многих перешедшее в навык. Но при этом нельзя сказать, что все эти люди, которые высвободились и у которых, собственно, переформатировалась профессия или она вообще перестала существовать, нельзя сказать, что они остались невостребованными уже сегодня. Так вопрос, коллеги, почему, когда мы говорим про эруумных производств, про искусственный интеллект, про всеобщую автоматизацию, цифровизацию и все прочие страшные слова и вещи, почему мы думаем, что люди окажутся без дела или у людей будет больше свободного времени. Это такая ловушка, в которую мы все с вами попадаем, потому что она наиболее очевидная. Но на самом деле, коллеги, стоит сказать, что да, наверное, многие профессии, которые связаны с механическим поддержанием тех или иных процессов, они, наверное, действительно уйдут. Но при этом появится огромная потребность в других специалистах, огромная потребность в специалистах, например, технических, сопровождающих эти процессы, уже сопровождающих, собственно, тот самый искусственный интеллект, который эти автоматические процессы, механические делает за нас. Но еще один момент, коллеги, вот если взять промышленность, да, и тот самый конвейер, который стал причиной одной из промышленных революций, на конвейере работали люди. Да, это был конвейер, да, он был полуавтоматизирован, ну, в начале, да, если вот в самом начале взять и развитие его, он постепенно автоматизировался максимально, но так или иначе на многих участках многие операции совершенно точно выполнялись людьми, выполнялись людьми. Сейчас, если говорить про вот эти умные производства, и они уже существуют, и они существуют в нашей стране, да, насколько я знаю, вот в автомобильной промышленности многие конвейеры, да, сейчас, особенно вот эти вот замечательные картинки с соответствующих заводов, где автомобили собирают, знаете, мы все их видели, когда это большой конвейер, он автоматизирован, когда есть промышленные манипуляторы роботизированные, которые выполняют те или иные функции, либо сборку автоматизированную, да, вот этой машины, либо покраску каких-то элементов, либо еще что-то, ну, на конвейере в соответствии с технологией изготовления этого продукта, да, практически уже все автоматизировано, есть конвейеры, которые автоматизированы полностью, и многие, 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 многие операции делают соответствующие роботизированные комплексы. Но тут встает вопрос, кто из специалистов нужен на таком производстве? Давайте попробуем поразмышлять на эту тему, что на этом производстве безусловно нужны люди, которые ну, либо на этом производстве, либо там, где изготавливаются роботизированные комплексы, да, вот мы говорили с производителями и говорили о том, что это скорее часть того пласта, где изготавливаются роботизированные комплексы под задачи конкретного производства, потому что сейчас тенденция идет к тому, что не поставляется отдельный манипулятор вам на производство, а вы там его уже встраиваете, как хотите, а скорее поставляется целый комплекс, целый конвейер под вашу задачу, уже готовый, вы его ставьте в свои производственные мощности, вам технические специалисты это настроят, отладят, опробируют и так далее, и пустят, собственно, линию, запустят процесс, и вы будете этот процесс просто поддерживать. Так вот, возвращаясь к тому, что кто нужен, нужны люди, которые эти производственные комплексы программируют, ну вот как минимум, любой комплекс, любой роботизированный элемент работает по определенному алгоритму, который заложил ему человек, по которому, собственно, алгоритм, по которому он будет работать, программа, по которой он работает. Это, собственно, люди, которые программируют роботизированные комплексы, умеют с этим работать, умеют их переформатировать под разные задачи, он, безусловно, востребованный. Вопрос, где они будут работать, на производстве или у производителя собственных комплексов, вопрос вторичный, скорее всего, у производителя, ну так или иначе. Безусловно, нужны люди, которые будут сопровождать и поддерживать процесс, которые могут отладить ту же самую программу. Да, не написать ее с нуля, не запрограммировать эти комплексы с нуля, но отладить, посмотреть, если возникла какая-то ошибка, произвести компиляцию и так далее, посмотреть код направленности, а вдруг что-то сбилось, задать какую-то другую простую операцию, то, что позволяет делать программный код и добавлять какую-то вариативность. Ну, то есть поддерживать и минимально изменять, модифицировать процесс, безусловно, нужно уже на месте под уже конкретную задачу, и такие люди, безусловно, на производстве нужны. Ну, что технические специалисты, которые будут смотреть за техническим состоянием этих устройств, обслуживать их и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что если разобрать практически все на составляющие, мы понимаем, что да, профессии меняют друг друга, да, они изменяются, некоторые исчезают, но, наверное, по закону сохранения энергии, коллеги, я физик по образованию, кандидат физико-математических наук, поэтому туда мне обращаться всегда легче. Наверное, по закону сохранения энергии, если что-то исчезло, должно появиться что-то новое, не может что-то уйти без преобразований вообще совсем, если это уже когда-то было. Поэтому, коллеги, вот эта всеобщая истерия, которая связана с тем, что благодаря или из-за цифровизации глобальной развития соответствующей технологии мы с вами окажемся ненужными в нашем собственном доме, на нашей собственной планете, это, наверное, ловушка и заблуждение, в которое мы все попадаем и не хотим посмотреть правде в глаза и сказать, что стоит смотреть на развитие технологий и на те компетенции, которые будут востребованы действительно в том технологическом укладе, в котором будут жить наши дети или в котором живем мы уже сейчас. И, коллеги, если позволите, я вот эту матрицу открою вам, наверное, чуть в более удобном виде. Да, я надеюсь, вы сейчас ее видите. Мы немножко поговорим про нее, я немножко расскажу про то, а что же делается, собственно, что же делается для того, что происходит, для того, чтобы мы ничего не упустили, для того, чтобы мы действительно смогли встроиться в эти технологические уклады и быть там успешными, для того, чтобы мы там смогли занять определенную нишу свою. А что же нам, какой заказ, собственно, к системе образования есть извне, и чем этот заказ продиктован, и, собственно, почему системе образования стоит и нужно меняться, да, и стоит и нужно учитывать те или иные внешние факторы, которые в мире существуют. Ну, коллеги, вот то, что вы видите на экране сейчас, это матрица национальной технологической инициативы. Мы сейчас разберемся в ней, но сначала поговорим про то, откуда, собственно, национальная технологическая инициатива вообще взялась, и что это такое, и насколько это зафиксировано в каких-либо документах, или это еще существует просто как инициативника группы людей. Коллеги, стоит сказать, что зафиксировано это в указе президента Российской Федерации. Я сейчас попробую этот указ открыть, я надеюсь, тоже вы его видите. Коллеги, попробую показать некоторые выдержки из него, потому что считаю их принципиально важными, принципиально важными, в том числе и главным образом для системы образования. Ну, собственно, это указ президента Российской Федерации о стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. И давайте попробуем, как вы видите, в 2016 году указ не потерял, безусловно, свою актуальность, и в нем же зафиксирована национальная технологическая инициатива, про которую мы будем разговаривать чуть дальше. Вы видите, что к указам, собственно, утверждена стратегия научно-технологического развития, и мы сейчас с вами некоторые вещи из этой стратегии попробуем взять. Вот они у меня даже отмечены, то, что я хотела бы с вами сегодня обсудить. Обратите внимание, сформулированы большие вызовы для общества, государства и науки. Да, вот, коллеги, мы с вами знаем, так как работаем в системе образования, что есть такой конкурс, есть такое конкурсное мероприятие, большие вызовы, совершенно замечательное, с моей точки зрения, которое реализуется в нашей стране уже несколько лет, да, ежегодно, и собирает очень талантливых ребят. И эти талантливые ребята, у них появляется возможность вместе поработать бок о бок с ведущими учеными нашей страны, научными сообществами, да, с ведущими передовыми задачами, которые, собственно, находятся сейчас на передовой, над которыми сейчас работает научное сообщество, с крупными бизнес-партнерами и погрузиться в их задачи и проблемы, увидеть суть их процессов, происходящих. Ну и, собственно, вот здесь есть такой отзыв интересный. Мы отправляли делегацию от Воронежской области на смену больших вызововов. Вы знаете, что она проходит в Сириусе, с сменой больших вызововов. И вот дети там около месяца, да, находились на этой смене. И, значит, мы потом спрашивали их мнение, их обратную связь, когда они приехали. Надо сказать, что они приехали совершенно воодушевлённые. Значит, тоже яркий образ, которым хотелось с вами поделиться. Вот один из обучающихся, он, значит, а вы знаете, что корпус, в котором живут дети, он практически на берегу моря, да, там всё близко к морю, к побережью, прекрасный воздух, лето, замечательно, дети поехали, да. Вот. И, значит, на мой вопрос, ну вы, наверное, были на море, наверное, вы купались, наверное, вы, кроме того, что учились, работали и так далее, ещё и успели отдохнуть, ну вот каким-то образом. Вот, значит, дети мне ответили, вы знаете, так всё хорошо, нам так всё понравилось, просто прекрасно, на море мы были один раз за месяц. Коллеги, это такой яркий образ, когда дети приехали абсолютно воодушевлёнными, с таким запалом какой-то энергии, при этом они находились фактически в образовательном процессе с утра и до вечера, так или иначе, да, организованном, но в образовательном процессе с утра и до вечера, им значительно больше давалось, чем есть в нашей рабочей программе, во всех наших рабочих программах в рамках там стандартного образовательного процесса, да, нашего, значительно больше, значительно шире. Много из университетской программы, да, они затрагивали какие-то вопросы, потому что они работали над реально существующей проблематикой и так далее, и так далее. И вот дети, сходив на море один раз, остались абсолютно довольны и ждали ещё такой возможности, участвовали повторно на следующий год, да, потому что очень хотели попасть в эту среду ещё раз. Ну, собственно, конкурс-то называется, я почему про него начала рассказывать, у меня этот образ возник, потому что в стратегии научно-технологического развития мы видим с вами отдельный блок, посвящённый большим вызовам. Собственно, что такое большие вызовы, это не только конкурс, это действительно существующие вызовы, которые уже сформированы и сформулированы нашей средой, нашим миром, развитием технологий и так далее. И мы с вами видим, что есть замечательный пункт, который гласит о том, что большие вызовы создают существенные риски для общества, экономики, системы государственного управления, но и одновременно представляют собой фактически новые возможности, да, это, ну, мы понимаем, что любой кризис – это возможность, да, любой вызов – это как угроза, так и возможность. И обратите внимание, что наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития большими вызовами являются. И, коллеги, это принципиально важно, вот всё перечисленное ниже принципиально важно, потому что это определяет развитие технологий, развитие научно-технологических направлений, да, развитие исследований, это определяет направление нашего в целом развития на ближайший период времени, да, как минимум на ближайший период времени, но вообще они достаточно глобально сформулированы. Коллеги, исчерпание возможностей экономического роста, основанного на эксплуатации сырьевых ресурсов. Безусловно, мы все это с вами понимаем, что любой ресурс, которым мы просто пользуемся и не восполняем его, он конечен, он конечен, и это один из вызовов, который перед нашей страной, безусловно, стоит одним, наверное, из первых, да. Ну, про демографию мы не будем говорить. Итак, возрастание нагрузок на окружающую среду, возрастание нагрузок, причем, наверное, не только антропогенных здесь, ну, главным образом, да, главным образом они связаны все-таки с антропогенными факторами, и, безусловно, они тоже сказываются на среде. Помните, мы с вами говорили, когда говорили про кибер-гигиену, гигиену в целом, говорили про гигиену в обычной среде, в которой мы живем, в привычной нам среде, да, и мы понимаем, что антропогенных нагрузок на эту среду стало значительно больше и возрастает. Знаете, интересный тоже пример, вот, альтернативные источники энергии, альтернативная энергетика, которая развивается и, безусловно, является приоритетным направлением развития на ближайшее энное количество лет. Коллеги, вот, мир уже столкнулся, сейчас к среде мы перейдем, мир уже столкнулся с проблемой, которая появилась в результате развития этой отрасли. Что мы понимаем, что большинство, ну, например, солнечных элементов, солнечных батарей, которые широко используются сейчас, особенно там, где количество солнечных дней значительное в году, значит, используются кремниевые солнечные батареи. Вот, коллеги, специальным образом для них, безусловно, готовится материал. Все, что у нас работает, да, все то, чем мы пользуемся, развитие технологий и так далее, ну, главным образом связано с развитием материаловедения, с развитием материала, с подбором материала, с исследованием его свойств, с заданными, с созданием материалов с заданными свойствами, ну и так далее. Ну, так вот, материалы тоже там для солнечных элементов все активно изучаются, изучаются, применяются, исследуются, создаются новые с большим КПД. Мы знаем, что КПД кремниевых батарей значительно низкий, там, по-моему, точно не превышает 20%, а то и меньше. Вот, поэтому, ну, так или иначе, они достаточно широко используются. Но, коллеги, у них есть срок службы, у них есть срок службы, срок эксплуатации, как и у всего остального. И вот в тот момент, когда КПД уже сходит на нет, да, и мы понимаем, что, собственно, они свой срок службы выслужили, собственно, да, и служили весь этот срок, и пришли в негодность, эти все батареи, ну, соответственно, выбрасываются, да, и встал вопрос, их накопилось уже настолько много, что встал достаточно острый вопрос утилизации этих батарей, как и утилизации любых других технических вещей. Ведь обратите внимание, вот смартфоны, да, которые у всех у нас под рукой, и которыми мы все пользуемся, это вообще достаточно сложные технические устройства. А, коллеги, мы ведь с вами меняем их достаточно часто. Коллеги, мы меняем достаточно часто ноутбуки, технические средства, мышки, мы меняем достаточно часто, да. И меняя это достаточно часто, мы не задумываемся о том, а как это утилизируется вообще. Ведь это сложное устройство, там достаточно много разноплановых материалов, которые, наверное, нужно утилизировать по-разному. Это нужно разбирать, это нужно сортировать, это нужен целый технологический процесс для такой разумной, грамотной утилизации того или иного. Ну, и так далее. Про утилизацию вообще можно говорить много. Мы знаем, что это действительно проблема. И когда говорим про электронную промышленность, когда говорим про химическую промышленность, про любую другую промышленность, везде вот эта вот работа как раз с рисками у нас страдает, да. И мы понимаем, что это сильно отражается на среде, и мы понимаем, что эти процессы сильно запаздывают, сильно запаздывают. То есть если у нас, знаете, это как с нанотехнологиями, да. Сейчас еще расскажу такой полуанекдот. Я тоже люблю об этом говорить и всегда говорю, что у нас в 21 веке есть три главных ругательных слова. Первое – это нанотехнологии, второе – это компетенции и третье – это инновации. Коллеги, обращаясь к одному из них, к нанотехнологиям, это тоже не придумка 21 века, это, безусловно, то, что существовало, наверное, и в прошлом веке совершенно точно, и минимум век существовал, наверное, существовало всегда, но вот появилась возможность это изучать и эксплуатировать, наверное, техническая возможность только сейчас. Да, вот мы знаем, что наши соотечественники получили Нобелевскую премию, выпускники московского физтеха, это Новоселов и Гейм, которые получили в свое время Нобелевскую премию за создание стабильного графена. Графен – это двумерный материал, это монослой углерода кристаллического, монослой кристаллического графита, собственно, слой в один атом. Вот в какой-то момент, простите за такие отвлечения, но очень хочется с вами какими-то вещами поделиться, в какой-то момент великий теоретик, великий физик, великий ученый Ландау, он такие материалы запретил. Значит, на основе его теоретических выкладок никакие двумерные материалы, кристаллические, толщиной в один атом, ну, собственно, плоские, да, с размерностью 2D, не могут существовать в нашем мире, потому что они, в принципе, из-за тепловых флуктуаций просто сами себя разрушат. Вот в какой-то момент Ландау это запретил и, собственно, приостановил развитие этого направления, вот этих самых нанотехнологий, он приостановил на фактически минимум 100 лет развития, потому что, в принципе, это эксперт, безусловно, в своей области, это видный ученый, и никто не мог предположить, что Ландау может, наверное, в чем-то ошибаться, как и любой другой человек. Ну вот, коллеги, замечательные наши соотечественники все-таки решили попробовать, и эта попытка была настолько успешна, что привела к Нобелевской премии и к целому пласту работы. Сейчас существует, кроме графена, существует огромное количество двумерных стабильных материалов с совершенно уникальными свойствами, а в чем прелесть этих материалов в том, что вы, отделяя монослои от кристаллического графита, получаете совершенно новый материал с совершенно иными свойствами, который подразумевает свое использование в совершенно новых приложениях. Вы знаете, что сейчас многие говорят про графеновую электронику, многие говорят про совершенно новые элементы для хранения энергии, элементы питания, батареи, благодаря использованию графена или наноматериалов углеродных и так далее. В общем, огромное количество всяческих применений сейчас, 2D-материалов, человечество пытается попробовать и бесконечно их синтезируют и бесконечно пробуют. И, кстати, здесь человечеству очень сильно помогают те самые технологии вычислительной мощности, которые нам сейчас доступны, потому что, как правило, научная группа не заходит в эксперимент или заходит очень осторожно, не проведя вычислительный эксперимент, не попробовав смоделировать этот материал таким, каким они его задумывали, и посмотреть на расчетные его свойства, на расчетную стабильность. Это вот благодаря развитию нашей электроники стало доступно и возможно, особенно когда говорят про 2D-материалы, и расчет графена успешно производится. Ну вот, коллеги, к чему, собственно, к чему это все? Как мы говорим, а на самом деле про графен говорили давно, собственно, вот и Ландау про это говорил, да, и многие физики про это говорили, потому что, собственно, моделирование начиналось всегда с монослоя, да, и потом наращивая, там, получая графит и подразумевая. То есть говорили об этих 2D-материалах давно, вопрос только в том, получили только сейчас, да, и появилась такая возможность исследовать свойства, в том числе благодаря развитию микроскопии разнообразной, в том числе зондовой, электронной, благодаря возможности получить изображение одного атома. Это же прекрасно и совершенно невероятно, но возможности такие сегодня есть, и изучить свойства прекрасно. Коллеги, к чему я это все? К тому, что нанотехнологии, существующие сейчас, и то огромное количество наноматериалов, которые в промышленных масштабах сейчас выпускаются, а наиболее первыми вот этими наноматериалами, которые в промышленных масштабах стали выпускаться, это углеродные наноматериалы, так или иначе, в том, к которым относится, собственно, графен в различных его модификациях, мультиграфен, графен и так далее, с модификациями с атомами других элементов и так далее. Нанотрубки, известные всем нам, собственно, это графен, свернутый в трубочку, и фуллерены, это тоже углеродный наноматериал, который тоже достаточно широко выпускается, используется, целая технология построена, и вот одни из передовых, так сказать, передовых промышленников наноматериалов, мне кажется, сейчас можно назвать, что это Китай, там целые заводы, которые их выпускают, ну и у нас тоже выпускается в промышленных масштабах, это все и закупается для проведения экспериментов. Но, коллеги, мы не проработали риски, мы не проработали риски и не понимаем, как это отражается на нашей среде. Например, совершенно точно известно, что нанотрубки, углеродный материал, наноматериал, он очень токсичен, он очень токсичен для людей, для живых существ, и совершенно непонятно, собственно, как правильно его утилизировать. Ну, например, да, например. Совершенно непонятно, а так как, знаете, особенность наноматериалов в том, что для сильнейшего эффекта их присутствия, их нужно очень мало. То есть для того, чтобы почувствовать вот этот токсичный эффект, может быть, достаточно миллиграмма этого материала, а он выпускается в промышленных масштабах, вопрос, если это вот в этих же промышленных масштабах просто уйдет в среду, то что будет с этой средой, если достаточно миллиграмма этого вещества, чтобы эффект был поразительный. Ну, это вот особенность всех наноматериалов, наверное, в такой синергии, в таком синергетическом эффекте. Ну, коллеги, это такое сильное отступление, наверное, да, это к вопросу про риски, к вопросу про антропогенные нагрузки, к вопросу про работу, к вопросу про то, что технологии зачастую идут сильно вперед, да, они идут сильно вперед, а процессы, сопутствующие развитию этим технологиям, не всегда развиваются так же, да, зачастую развиваются уже тогда, как мы все с вами знаем, что мы читаем инструкцию тогда, когда уже поломали то, собственно, с чем работаем, тогда мы обращаемся к инструкции. Вот так происходит, наверное, во многих технологиях. Человечество не всегда готово проработать риски, хотя с рисками нужно, безусловно, работать. Коллеги, смотрите, следующий интересный пункт – потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости. Очень интересная область, которая, безусловно, будет развиваться семимильными шагами, и развитие ее связано не столько с традиционным сельским хозяйством, с традиционным сельскохозяйственным комплексом. Особенность того мира, в котором мы живем – это смешение предметных областей. И, коллеги, вот это тоже отсылка к образовательному процессу и к тому, как мы это должны учитывать в своем образовательном процессе – смешение предметных областей. Например, когда меня спрашивают про наноматериалы, и вообще, когда мы рассуждаем про те же наноматериалы, про которые говорили, я не всегда могу сказать, к какой предметной области относится то, с чем мы работаем. Я сама физик-материаловед, я работаю с материалами, это, безусловно, очень интересно. Я занимаюсь профессиональной электронной микроскопией, продолжаю заниматься, являюсь сертифицированным экспертом, могу много показать и рассказать об этом. И, коллеги, вот я затрудняюсь сказать о том, к какой предметной области это относится. Это биология, это, а в биологии мы знаем там самый главный нанометровый объект ДНК, это биология, это физика, это химия, это вопрос, коллеги, это и то, и другое, и третье. Нельзя отнести это к одной области, это просто совершенно невозможно, это, в принципе, неверно. И вот в этом смысле, возвращаясь к продовольственной безопасности, да, и вообще к развитию сельхозотрасли, которая, перспективное развитие сельхозотрасли. Коллеги, вот сейчас показывают огромные темпы роста рынок, новый рынок, а новые технологические рынки, мы на них обязательно тоже должны смотреть. Мы сейчас подойдем к национальной технологической инициативе и к тому, какие, собственно, рынки будут и куда нам стоит смотреть. Вот сейчас очень сильно растет рынок, ну, скажем так, искусственных продуктов питания. Вы меня извините, пожалуйста, за это, но про это стоит разговаривать, потому что мы с вами столкнемся на мировом масштабе с проблемой нехватки продовольствия, с проблемой невозможности вообще произвести продовольствие в тех объемах, в которых это необходимо человечеству. Потому что нас, так же, как и информации, становится все больше на нашей планете, ресурсов у этой планеты становится все меньше с ростом нашей цивилизации. Поэтому мы это должны понимать и с этим риском работать, коллеги, и с этим риском работать, в том числе, находясь в системе образования, находясь внутри этих процессов и работая фактически с будущим, готовя наше будущее вот прямо сейчас. Коллеги, продовольственная безопасность. Мы совершенно точно перейдем к тому, что невозможно обеспечить всех всем с точки зрения продуктов. И технологии сейчас, самое главное, позволяют уйти от такого использования ресурсов, которое есть сейчас. Вы знаете, что наиболее большое загрязнение атмосферы выбросами СО2 делают совершенно точно не машины. Совершенно точно не наш автомобильно-промышленный комплекс. И совершенно точно не наши даже заводы, которые стоят в огромном количестве и тоже не задумываются о своих выбросах. А наибольшее загрязнение СО2 выдает нам сельское хозяйство. Как это ни странно, это про антропогенные факторы загрязнения среды. Ну и про то, что для того, чтобы вырастить то или иное, будь то животное или растительное, вам нужно потратить огромное количество всяких разных ресурсов. Огромное количество всяких разных ресурсов. И на это, безусловно, влияют огромные влияния, оказывают те факторы, с которыми человечество до сих пор, наверное, не научилось работать. Даже в 21 веке это стихийные бедствия и все прочие неподдающиеся планированию события, наверное, которые могут произойти. Ну, коллеги, с этим можно спорить, безусловно. Но рынок растет, и он, раз рынок растет, значит, он востребован, значит, есть технологии, которые могут обеспечить этот рынок, значит, есть потребитель. Есть потребитель. И вот даже в России многие стартапы, многие технологические компании, крупные, да, которые задумываются, работают сейчас в сфере производства продуктов питания и задумываются про свое развитие и про свое место в будущем, они инвестируют в стартапы, инвестируют в проекты, которые связаны с теми или иными искусственными продуктами. А что такое искусственный продукт? Вот мы сейчас скажем, да, вы обратите внимание, на полках магазинов сейчас есть молоко-не молоко, да, сейчас есть молоко без лактозы. Есть, ну, фактически, так как аллергиков в нашем мире становится все больше и больше из-за агрессивной химической промышленности, из-за агрессивной химической среды, из-за изменения среды вообще в целом, аллергиков все больше и больше, их тоже будет число расти, наша иммунная система не может уже с этим справиться и реагирует гипертрофированно на внешнюю среду, аллергиков становится все больше и больше. Так вот, коллеги, сейчас появились продукты без того или иного. То есть это вроде бы молоко, но у вас не будет на него аллергии. Вы можете его спокойно потреблять, потому что от того элемента этого молока, который вызывал у вас аллергию, это молоко избавили. Избавили благодаря развитию технологии, благодаря фактически развитию биотехнологии. Вот, наверное, так будет правильно сказать. А еще, коллеги, у нас, обратите внимание, сейчас на прилавках тоже есть, это тоже можно попробовать, так называемые растительные заменители животных продуктов. Да, это, собственно, тот же животный продукт, ну, например, мясо, но созданное из сои. Ну, чаще из бобовых, да, чаще из бобовых, генномодифицированных бобовых, безусловно, потому что бобовых негенномодифицированных уже практически не осталось. Но так или иначе мясо выращенное фактически, ну, будем считать, в лаборатории, благодаря какой-то технологии выращенная тоже та же самая мышечная ткань, но при этом из растительных клеток, да. А есть мясо, которое выращено тоже в лаборатории, но из животных клеток. Собственно, позволяет, сегодня технологии позволяют делать как то, так и другое. Но с учетом того, что для того, чтобы из животных клеток вырастить эту мышечную ткань или любую другую ткань, которую потом можно потреблять в пищу, необходимо все-таки вырастить само животное, у которого возьмутся стволовые клетки, да, и которые, собственно, потом будут превращаться в ту или иную ткань по запросу нашему в данном случае, то мы понимаем, что для того, чтобы снять нагрузку и понимая, что столько мы выращивать все равно не сможем, в этом смысле бобовые выглядят более перспективными. А модификация бобовых и вся вот эта история, она связана с генной инженерией, да, связана с выращиванием тех или иных сортов, это генная селекция, это семеноводство и так далее. И вот это то, что будет, наверное, перспективно и то, что будет развиваться в ближайшие несколько десятилетий. Коллеги, это, безусловно, должно так или иначе учитываться нами в образовательном процессе. Давайте следующее посмотрим, что здесь есть. А, ну, безусловно, да, энергетика. Безусловно, энергетика, это связано там с другими большими вызовами, да, с истощением ресурсов, вообще с изменением запроса к энергетике, да, потому что мы сейчас с вами все ходим с мобильными носимыми устройствами, мы можем ходить вот с такими устройствами, безусловно, благодаря миниатюризации, их, благодаря совершенствованию технологии, но и благодаря системам питания, да, которые возникли и которые нам позволяют достаточно компактно упаковывать достаточно емкий аккумулятор, который будет нас питать минимум сутки. И нам этого будет, в принципе, достаточно. А потом его можно просто подзарядить. Да, и он на несколько циклов, нам его совершенно точно хватит, на несколько тысяч циклов нам его хватит. Ну, а все зависит от того, какой материал зашит в нашу батарею, и насколько он вынослив, насколько он устойчив, и насколько он энергоемок. И, собственно, вот когда мы говорим про наноматериалы, про батареи, про материалы для электродов батарей, сейчас огромный пласт работы посвящен передовой науке, передовая линия развития этой отрасли, в том числе благодаря углеродным наноматериалам и всем прочим наноматериалам, модификациям, которые пытаются сделать для материалов электродов батарей, которые позволят нам еще больше, еще сделать их более маленькими, более миниатюрными, более энергоемкими, менее опасными, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, которые, мы знаем, есть опасность, что они могут взорваться и принести нам какой-то вред, ну и так далее. Ну и кроме носимых устройств, безусловно, мы понимаем, что есть запрос, традиционно связанный с космической отраслью, ну и традиционно связанный со всеми другими промышленными отраслями, в которые источники питания так или иначе нужны, и к ним предъявляется огромный комплекс всяких требований. Ну, коллеги, вот здесь стоит сказать, что если в источниках питания все достаточно оптимистично выглядит, да, сейчас, что там как бы как раз наметился рост и такой приличный рост, то если говорить про те же самые носимые устройства, про те же самые смартфоны, которые мы носим, про пределы миниатюризации, то к этим пределам мы уже подошли. К этим пределам мы, к сожалению, уже подошли. Технологически все это понимают, что кремниевая электроника и век вообще эра кремниевой электроники, она уходит, она уходит, и мы упираемся, и, наверное, следующая такая научная революция, которая произойдет, собственно, вот она в какой-то момент произошла благодаря развитию физики полупроводников, да, и, собственно, мы вот на этой физике полупроводников и на этих самых полупроводниковых материалах просуществовали с вами совершенно успешно, целый век мы просуществовали с вами совершенно успешно, и вот подошли к пределу физическому, к физическому пределу ограничений. Сама физика, сама природа подсказывает нам, что все, ребята, этот материал, а именно кремний, в том виде, в котором вы эксплуатировали, уже эксплуатировать нельзя, уже не получится, и технологическая схема, технология, которая сейчас заложена, это, по-моему, единицы нанометров, если я не ошибаюсь, там 4 нанометра, ну, и еще может уменьшиться, да, она сейчас уже предельная, и, собственно, больше нам производители вряд ли смогут выдать, это связано с физическим пределом ограничений, там, с эффектами туннелирования зарядов и так далее. Таким образом нас подводят к мысли, и это уже в целом понятно, и научное сообщество над этим уже некоторое время работает, подводят к мысли, что, первое, нужно менять материал, который используется в электронике, второе, нужно менять, наверное, сам принцип работы с информацией, да, сам принцип работы этой электроники. То есть, если мы сейчас с вами находимся в парадигме кремниевой электроники, кремниевой зарядовой электроники, да, то нужно переходить к какой-то другой, менять кремниевой, возможно, нам 2D материалы, да, двумерные помогут с этим справиться, возможно, еще какие-то материалы помогут с этим справиться, но тут научное сообщество нам на это ответит. Но и менять сам принцип ее функционирования. Говорят про спиновую электронику, да, говорят про фотонику в какой-то степени, говорят про молекулярную электронику, в общем и целом достаточно много, про электронику, достаточно много направлений, да, которые развиваются, и, собственно, какой из них станет новой вехой развития человечества, наверное, в ближайшее время уже станет понятно. Наверное, в ближайшее время уже станет понятно. И, кстати говоря, про материалы и про среду, которая меняется благодаря развитию технологий и вот научному поиску непрекращающемуся, да, вот, коллеги, сейчас у нас уже очень сильно изменилась среда, благодаря появлению светодиодов, казалось бы, источники света, да, но они энергоэффективные, они не такие затратные с точки зрения потребления энергии, да, они не греются и так далее, и так далее, они маленькие, они могут использоваться для визуализации информации, не только для освещения, они и яркие. Ну, в общем, огромное количество совершенно прекрасных преимуществ можно назвать вот этого источника света, да, но на самом деле это не так давно, это тоже Нобелевская премия, да, это не так давно произошло и не так давно стало нам доступно, а уже так широко вошло в нашу жизнь, что мы себе даже уже без светодиодов, наверное, не представляем своего существования. В принципе, мы настолько привыкли к хорошему, но к хорошему быстро привыкаешь. А все сводилось к тому, что как только появилась возможность добиться белого свечения, да, у светодиодов, как только появилась возможность ответить на один из самых принципиальных вопросов, произошло что-то невероятное, да, сразу произошло что-то невероятное, вот ожидается, что что-то невероятное произойдет тоже достаточно скоро в области электроники, мы на это безусловно надеемся. И, коллеги, это все говорится про внешнюю рамку. Мы сейчас с вами в первой части нашей работы постоянно говорим про внешнюю рамку, про то, о чем, собственно, определяются изменения в образовании, что нам нужно учитывать, на что нужно постоянно смотреть. И в этом смысле «Большие вызовы» — это прекрасно, но «Большие вызовы» — это компонент. Я вам советую посмотреть, пожалуйста, замечательную совершенно лекцию про большие идеи. Лекцию Римаренко. Римаренко ее читает в разных апостасях. Я это слушала, даже задавала вопросы по этой лекции, интересовавшие меня. Даже получила на них ответы за это. Огромная благодарность коллегам, тем, кто даже это организовал. Так вот, коллеги, послушайте, пожалуйста, лекцию Римаренко по поводу «Больших идей», потому что «Большие вызовы» — это один из компонентов «Больших идей». И на «Больших идеях» строится новая инициатива в ГОС, которая в данный момент времени обсуждается на площадке «Эврики» в очередной раз. И тот, кто не слушает нас сейчас, наверное, не слушает «Эврику» и новую инициативу в ГОС. Вот, коллеги, «Большие идеи» положены в том числе в основу этой инициативы, а элементами этих «Больших идей» являются «Большие вызовы». Поэтому мы сейчас ни в коем случае, коллеги, с вами не тратим время просто так. Мы как раз пытаемся достаточно детально, так как у нас сегодня достаточно большой промежуток времени с вами, достаточно детально разобраться во всех этих вопросах для того, чтобы дальше перейти, собственно, в том числе к большим идеям и наиболее точно и правильно погрузиться в новую инициативу федерального государственного образовательного стандарта. Это, безусловно, очень важно. Ну, коллеги, новые внешние угрозы национальной безопасности. Это, безусловно, интересно. Вот, знаете, такая крамольная мысль сейчас выскажу, что... Ну, наверное, страна может быть... Наверное, сформулирую это так, что страна может быть независимой только тогда, когда она является поставщиком технологий. Вот тогда мы можем действительно обеспечить себе некую гарантию нашей целостности и независимости. И вот можно несколько отраслей обозначить, в которых действительно наша страна является, пока является поставщиком технологий. Но даже это, безусловно, у нас, так сказать, уже пытаются эту главенствующую роль, у нас пытаются, безусловно, забрать и оспорить. И многим это даже уже удается в какой-то степени, да, и нас уже догнали и практически пытаются обогнать в этом, хотя мы, безусловно, были первопроходцами и, безусловно, не весьма успешными в этой сфере. Ну, вот, например, космическое, да, например, космос. Мы можем отнестись к космосу и понять, что нам бы тоже уже надо более быстрыми темпами развиваться, и в том числе в этой отрасли. Ну и, коллеги, вот если разобрать большие вызовы, мы немножко про них поговорили, мы немножко коснулись технологий, разных технологий, и в том числе перспектив их развития немножко коснулись. Здесь в этом документе, в этом приказе, в этом стратегии совершенно замечательно еще сформулированы глобальные изменения, да, которые сейчас у нас есть в тех или иных сферах. И, коллеги, мы с вами про эти глобальные изменения тоже достаточно детально и подробно поговорили, и попытались их тоже разобрать. Но давайте вот еще их повторим. Вот здесь вот одно из первых, которое мы еще не затронули, но которое является на самом деле одним из ключевых, это сжатие инновационного цикла. И вот это, наверное, глобальное изменение, к которому нам всем нужно привыкнуть, и которое диктует нам то, что в современном мире не всегда возможно, и точнее невозможно, наверное, уже, а в будущем будет еще сложнее, сформулировать тот самый опережающий перспективный запрос, с которым, коллеги, мы должны работать. И это парадокс. Да, это парадокс. И вот, так сказать, в прошлом технологическом укладе, если можно так сказать, еще до промышленной революции четвертой, мы понимали, что цикл создания продукта, а тем более цикл создания нового продукта, инновационного продукта, он достаточно большой, достаточно продолжительный во времени. Достаточно продолжительный во времени, и наша система может достаточно комфортно на это реагировать, понимая, что есть запрос от государства, понимая, что этот запрос достаточно точный, понимая, что мы могли сказать, что через 10 лет нужны будут в эту сферу, например, в сферу полупроводниковой промышленности, специалисты такого-то, такого-то, такого-то класса. И действительно удивительно, но эти специалисты через 10 лет действительно были нужны, они были успешными, они находили работу, они были востребованы, эффективными. В принципе, то образование, которое им давалось, тоже было достаточно точно подстроено под запросы и так далее. Но, коллеги, вот с учетом всего вышеперечисленного, с учетом вот здесь вот одного из глобальных изменений, которое мы тоже видим под пунктом В, это резкое увеличение объема информации, да, и принципиально новых способов с ней работы и так далее, и так далее, мы понимаем, что все циклы, циклы производства, циклы создания нового продукта, инновационные процессы и так далее, они все сжимаются. И помните, я вам сказала, что мы постоянно ускоряемся, мы постоянно ускоряемся и постоянно вынуждены быстро перестраиваться уже сейчас и быстро на что-то реагировать. Вот в связи, в том числе с этим, коллеги, вопрос формирования опережающего запроса стоит очень остро. Он практически невозможен. Мы из-за вот таких стремительных изменений, стремительных изменений не можем с вами сказать, а кто, или не можем точно с вами сказать, а кто будет нужен через 10 лет, а кто через 20. Ведь представьте, 10 лет – это только цикл школьной жизни человека. Ну вот если мы рассмотрим человека, пришедшего в первый класс, то 10 лет – это цикл только его школьной жизни, а ведь потом еще ступень образования, а, соответственно, выход в профессию вообще лет через 15-16. А что будет через 16 лет? Коллеги, если сейчас мир меняется на глазах, если мы на глазах с вами увидели внедрение в нашу жизнь интернета, если мы на глазах с вами увидели внедрение в нашу жизнь мобильных носимых устройств, если мы на глазах увидели, как появились и практически пропали CD и DVD-диски, потому что они стали невостребованными, если практически на глазах произошло вот это вот создание там искусственных продуктов и их уже выпуск в продажу и все прочие вещи, если все это происходит в цикле достаточно быстром, в цикле там 20 лет, да, в цикле еще более коротком, и этот цикл короткий и так, он постоянно уменьшается, его продолжительность во времени, то вопрос, коллеги, как мы можем с вами заведомо точно и правильно сказать, что будет через 15 лет? А каким будет мир через 15 лет? Какой будет среда? А кто в этой среде будет эффективен и востребован? Ну, в общем, здесь достаточно много можно задать вопросов и даже впасть в некое паническое состояние, потому что понимая то, что фактически ты не можешь сформулировать этот опережающий запрос, его ниоткуда взять. Коллеги, мы говорили с крупными компаниями, говорим постоянно, да, и приглашаем их на стратегические сессии при разработке новых проектов и пытаемся, значит, понять, а как же снять запрос с них, собственно, и этот запрос учесть в образовательном процессе, ну, потому что, собственно, они будущие работодатели, нынешние будущие работодатели, и они во многом определяют развитие этой отрасли, являясь крупными компаниями. Они говорят, а мы не знаем, мы не знаем, кто нам будет нужен, через 15 лет, мы не можем предугадать достаточно точно развитие вот этой отрасли, в которой мы работаем. Да, есть перспективный план, безусловно, у всех есть перспективный план, но доподлинно вам сказать, что стройте образовательную программу вот так, потому что нам нужны будут те специалисты через вот такое количество времени, и эта программа не модифицируется вообще никак за этот период, это нереальная ситуация, которая никогда не произойдет, и мы с вами должны уже настраиваться на восприимчивость, настраиваться на гибкость, настраиваться на адаптивность наших программ, наших курсов по содержанию, по способу организации образовательного процесса, да, он должен быть модифицируемым, он должен быть присваиваемым, если можно так выразиться, да, но это про это мы поговорим чуть позже. Вот это про сжатие инновационного цикла, коллеги, здесь про это задумались на всех уровнях, наверное, и вот сейчас, например, у Министерства обороны запустился совершенно интересный проект, и, наверное, он уже существует, я вот не интересовалась жизнью дальше, но на момент запуска интересовалась, и было очень интересно, это комплекс Эра, это как раз то место, где задумали создать условия для производства, для воспроизведения полного цикла от научной разработки до пилотной партии этого, того или иного образца, да, в одном месте, и таким образом попытаться сжать вот этот цикл изготовления чего-то для нужд оборонного комплекса нашей страны в данном случае, но даже там появился такой объект, что не может не радовать, да, такая структура, такая среда. И, коллеги, мы уже поговорили про с вами, вот про следующий пункт, это размывание дисциплинарных и отраслевых границ. Вот вспомните про наноматериалы, я говорила, да, и про то, что совершенно не понимаю, к какой отрасли отнести, и, наверное, это уже неправильно, и, наверное, уже неправильно заостряться на какой-то одной, и даже проектируя сейчас современные образовательные комплексы, образовательные объекты, мы выстраиваем лабораторный блокер, лабораторные комплексы не по физике, биологии или химии, а лабораторные комплексы с набором оборудования, которые позволяют проводить те или иные исследования в тех или иных областях, задачах и так далее. Но, как правило, они все междисциплинарные. Они все междисциплинарные. И мы про это поговорим, про важность вот этой междисциплинарности, в том числе в образовательном процессе. Про резкое увеличение объема информации мы тоже с вами разговаривали, не будем повторяться. И про рост требований. Вот это интересный момент, рост требований, квалификации. Квалификации вообще в принципе людей. И, например, коллеги, например. Помните, мы говорили с вами про среду, и в том числе про информационную среду, электронную информационную среду, в которой необходимо выстраивать правила, этикеты, гигиены и всего прочего. Потому что это полноценная среда, в которой мы с вами существуем, и за ней надо следить. Вот, коллеги, компетенции соответствующие, это, наверное, компетенции, обеспечивающие социализацию современному человеку. Компетенция работы с электронными устройствами, вычислительными теми или иными, компетенция работы в стандартных программных продуктах, пакетах, это, наверное, те вещи, которые обеспечивают просто социализацию. То есть это просто компетенции сквозные, которые у всех должны быть сформированы на понятном пользовательском уровне. Хотя бы на понятном пользовательском уровне. Но так или иначе, должны быть сформированы у всех. Большая роль в связи с этим совсем, и мы уже к этому обращались, например, большая роль отводится сейчас и, наверное, главенствующая роль компетенциям, так называемым гибким компетенциям. К коим относится, например, критическое мышление? Мы с вами разбирали, почему критическое мышление. Например, сейчас одна из самых, одна из самых ключевых компетенций, которая должна быть сформирована у специалистов, должна быть сформирована вообще в принципе у людей, у детей, для того, чтобы вообще в этом потоке и массе информации просто не заблудиться, просто не потеряться, просто не остаться неэффективным из-за того, что вы не можете работать с информацией. Ну и, коллеги, еще один пункт, на который хотелось бы обратить здесь внимание. Вы уж простите, что мы скучно читаем документ, но я стараюсь про это не скучно рассказать. Я надеюсь, это не так скучно, как просто было бы прочитать этот документ. Но еще раз скажу, что на наш взгляд вот эта внешняя рамка, казалось бы, вам сейчас далекая от системы образования, она на самом деле очень близкая и на самом деле очень важная. И на самом деле мы всегда должны на нее обращать внимание и учитывать свои деятельности. Ну и, собственно, вот через все это мы с вами приходим к приоритетам и перспективам научно-технологического развития. И здесь, обратите внимание, указан период. В ближайшие 10-15 лет. Всего 10-15 лет. Это и то достаточно большой в современных условиях период планирования. Прямо запредельно большой. Обратите внимание, что будет перспективно. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным, производственным технологиям, роботизированным комплексам и так далее, новым материалам. Вот первый пункт – это все то, про что мы с вами говорили все это время. Вот первый пункт, он ровно отвечает индустрии 4.0 новому технологическому укладу и всего того, что мы уже поэлементно с вами разобрали сегодня. Обратите внимание, переход к экологически чистой ресурс, берегающей энергетике и так далее. Мы про это с вами тоже сегодня поговорили. А дальше, вот смотрите, интересный момент. Персонализированная медицина. Прекрасная история. Это прекрасная история, которая очевидно, почему-то понятна всем нам, и я люблю повторять слова врачей в этом смысле, которые говорят, что из страны, вот вы знаете, что интересно, что это говорят врачи старой школы, говорят врачи старой школы, которые учились еще тогда, когда не было стандартов лечения, да, и вообще стандарт лечения был таким странным явлением, наверное, сложным для представления. Но сейчас стандарты лечения есть, и у нас есть стандарты лечения заболеваний, как вы знаете, не стандарты лечения людей. Что интересно, ну, это отдельная история, мы не будем ее касаться, но вот я люблю повторять слова врачей в этом смысле, которые говорят, что лечить надо не болезнь, а лечить надо человека, вот, потому что любая болезнь у разных людей, это совершенно разная болезнь, потому что люди совершенно разные, вот, Поэтому вот эта мысль, мнение, некое частное мнение некоторых коллег, с которыми мы общаемся. Но так или иначе, это частное мнение так или иначе зафиксировано в пункте В этого документа, а именно в пункте, посвященном персонализированной медицине. Но персонализированная медицина в данном контексте, она возможна не только исходя из этих позиций, она, возможно, и про нее идет речь главным образом, потому что технологии, опять-таки, про которые мы говорили все это время, позволяют нам это сделать. Первое. Нам позволяют сейчас технологии разобрать наш, скажем так, генный код и с точки зрения генетики рассказать врачам о том, кто мы. Кто вот этот конкретный человек? Каким заболеванием у него есть предрасположенность? Какие системы у него хороши или нехороши? Какие функционируют так, как нужно, а какие с какими-то отклонениями? И так далее, и так далее. То есть практически полный генный код. А мы знаем, что даже у некоторых наций есть непереносимость каких-то отдельных продуктов. Она генетически обоснованная непереносимость или еще что-то. Ну вот, благодаря развитию технологии такая возможность появилась и появилась возможность учитывать это при, собственно, работе с нами, да, при лечении нас. Учитывать то, а какая данность, собственно, у этого человека с точки зрения генетики уже существует. Еще один момент. У нас появилась возможность с вами, у многих есть, вот у меня в данный момент нет, но у многих есть, мы знаем, браслеты, да, которые меряют у нас пульс, которые меряют уровень кислорода в крови, которые достаточно много собирают информации. Даже фазы сна, да, мы можем с вами посмотреть, насколько хорошо и как долго мы спим, насколько хорошо и хорошие у нас ритмы, насколько хороша насыщаемость нашей крови кислородом и так далее. И все эти данные, которые, собственно, фиксируются, вот мы говорили про умное производство, все это можно перенести на человек. Технологии позволяют фиксировать ваш уровень стресса, кстати, да, говорить о том, насколько вы волнуетесь, как часто и как сильно, и с чем это связано. Какие-то биометрические показатели, интенсивность работы вашего головного мозга и так далее. То есть датчики и технологии сегодня позволяют сделать ровно все это, и для этого вам совершенно не нужно никуда, ну, а в ближайшем будущем совершенно точно не нужно будет никуда идти. Это будет вам доступно просто как ваше персональное устройство, которое помогает вам следить за вашим здоровьем. Коллеги, появились технологии, защищенные технологии передачи разного рода данных, в том числе сейчас работают над стандартами передачи медицинских данных между странами. И это принципиально важно, когда вам уже не надо будет получать какую-либо справку, особенно на бумажном носителе, а вам достаточно будет появиться, зафиксировать какие-то свои характеристики и, собственно, поехать с этой фиксацией куда угодно, потому что стандарты передачи позволяют, собственно, зафиксировать и передать все необходимые данные, интерпретировать их в любой точке мира, интерпретировать их совершенно правильно. Ну и так далее, коллеги. В этом смысле это все позволяет, безусловно, корректировать ваш курс лечения и учитывать это, и лечить, собственно, вас, а не лечить болезнь или по стандарту кого-то другого. Не вполне понятно, подходит это вам или нет. Если вы, например, аллергик, кстати, это в генетическом коде или в каких-то фиксируемых о вас биометрических данных, тоже можно проверить. И вот, коллеги, почему я остановилась на этом пункте и почему он мне всегда так импонирует? Потому что мы почему-то достаточно легко понимаем и принимаем вот эту идеологию персонифицированной медицины. Мы почему-то понимаем, что и нам вообще хочется, чтобы к нам относились как к персоне, чтобы мы понимали, что мы отдельная личность с отдельными характеристиками, совершенно непохожими и уникальными, ведь нет двух одинаковых отпечатков пальцев, ведь мы совершенно все уникальны и надо учитывать все наши особенности, короче говоря, которые у нас есть и уделять этому особое внимание. И почему-то вот, живя с этим пониманием и не споря с этим, мы как-то не переносим вот это понимание на другие сферы нашей жизни. Мы почему-то понимаем, что вот как-то не задумываемся над тем, хотя индустрия 4.0 сейчас уже диктует эти правила, что вот те самые умные производства, про которые мы с вами так долго и много говорили, они же будут подстраиваться под конкретного потребителя. И выпуск продукции будет возможен, выпуск персонифицированной продукции, выпуск продукции для вас. Не выпуск продукции вообще под массовое производство, а выпуск продукции для вас. И этим, собственно, будет заниматься тот самый искусственный интеллект и те самые умные системы, которые будут управлять производственным процессом. И это будет вполне возможно, потому что производство будет рационализировано благодаря анализу больших данных, собственно, и данных о вас для того, чтобы выпустить продукт, подходящий вам. Ну, коллеги, а говоря о системе образования, мы всегда говорим о том, что это тоже правильная концепция, и мы считаем ее правильной, более мягко выражусь в данном смысле, когда говорим про то, что стараемся прийти к где-то центрированной модели. К той модели, когда ребенок в центре, к той модели, когда образовательный процесс тоже персонифицирован, когда ребенок это субъект наших отношений, ни в коем случае не объект, когда он сможет, может присвоить образовательный процесс, образовательное пространство, когда он может этим процессом и пространством управлять, когда это с его уровня контролируемый процесс. И вот тоже во вчерашнем видео, про которое я уже рассказывала, интересная мысль прозвучала. Хочу на ней зафиксироваться, что, наверное, там сказали, это мнение тоже частное, но предлагаю над ним подумать. Да, что прозвучало такое мнение, что вот, наверное, предельный уровень развития системы образования, в целом предельный уровень развития системы образования, это полная автономность. Это когда ребёнок или человек, неважно, просто человек, он просто живёт, он не учится, он просто живёт, и система образования — это та система, которая в его жизни позволяет сделать ему следующий шаг. Вот, наверное, эта мысль достаточно сложная для осознания сегодня, но вот испытывает такое частное мнение, что это предельный уровень развития образования, и вот когда-нибудь, наверное, к такой идеализированной модели мы сможем прийти благодаря персонализации, благодаря построению экосистемы в образовании, благодаря невосприятию отдельных проектов, которые происходят как отдельные проекты, а восприятию их как элементы экосистемы, и благодаря, собственно, созданию условий для появления вот той самой субъектной позиции, которая, собственно, позволяет управлять процессом с уровня обучающегося. Ну и про, коллеги, следующий пункт — высокопродуктивное экологическое агро-аквохозяйство, ну и так далее, мы тоже затрагивали его, не будем останавливаться. Призываю вас более детально почитать этот документ, если вы не читали, и мы, на самом деле, всё это с вами говорили, и, значит, возвращаясь, я возвращаюсь в данном случае к национальной технологической инициативе. Там дальше в документе говорится про неё, про то, что утверждается концепция национальной технологической инициативы. Я предлагаю вам матрицу. Я предлагаю вам посмотреть на матрицу, потому что, в принципе, матрица — это вот такое визуальное отражение, собственно, всего того, про что говорится в документах, в отдельных, в проектах, которые с этим связаны, и так далее, и так далее. Обратите внимание на верхнюю часть этой матрицы, на верхнюю ось. Посмотрите, здесь обозначены три волны развития технологий. Три волны развития технологий. Первая уже прошла, и я вам говорила о том, что это уже наше настоящее, и мы уже в этом живём, в этих технологиях. Вторая волна, обратите внимание, мы про неё тоже говорили, и про новые материалы, и всё, что с этим связано, и про то, что новые материалы — это ключ, фактически, ко всем остальным технологиям, которые есть. И обратите внимание, третья волна, мы про неё тоже говорили. Здесь уже идёт речь больше про генетику и больше про технологии биосовместимые, и больше, конечно, про технологии, собственно, обеспечивающие наши вычислительные мощности, работу с информацией, её передачу. Обратите внимание, это фактически тренды, технологические тренды развития, тренды развития научных областей сегодня. Это те тренды, которые будут актуальны в ближайшие, наверное, 30 лет, по прогнозам. Так или иначе, почему разделены на волны? Потому что они будут актуальны в разные периоды времени. Ну, наверное, говорить про больший период времени сегодня не представляется возможным. Обратите внимание на вертикальную левую ось, коллеги. Вот это как раз все те технологические рынки, которые формируются, которые формируются и на которых наша страна может занять определённую, а главным образом ту, которую хотелось бы нам, лидирующую позицию. Это принципиально важно, потому что рынки — это только формирующиеся. Здесь мы можем быть поставщиками тех самых технологий, про которые мы говорили. Но вот интересный момент. Я начала разбирать матрицу, не сказав вам главного, не сказав вам, что, собственно, ставит себе целью национальная технологическая инициатива, с чем она работает. А мы, на самом деле, с вами в неё так или иначе втянуты и уже пользовались либо продуктами национальной технологической инициативы, либо участвовали в конкурсных мероприятиях, либо просто в экосистеме национальной технологической инициативы находимся и пользуемся ей, не отдавая себе отчёт, что это на самом деле та самая национальная технологическая инициатива. Коллеги, на самом деле цели-то или задачи сформулированы достаточно чётко. Для чего всё это, собственно, создано? Для того, чтобы на этих новых технологических рынках, отраслях, как хотите, областях, занять лидирующие позиции, нам необходимо создать условия для большого количества проектов в этой области, создать условия, чтобы люди в этой области были, чтобы они были талантливые, чтобы они не боялись пробовать, чтобы они пробовали, опробировали, создавали, генерили новые идеи, создавали проекты, создавали разные проекты. И вот резкое увеличение технологических команд, и обратите внимание, для этого создан целый ряд, целый перечень, целый комплекс мероприятий, которые так или иначе проводятся. Смотрите, мы с ними знакомы, они у нас на правой оси. Это билет в будущее, это Олимпиада национальной технологической инициативы, совершенно замечательно, мы все участвуем. Это WorldSkills, и обратите внимание, есть направление WorldSkills юниоры, в котором могут участвовать наши замечательные дети. Это кружковые движения. Ну, кружковые движения, хотя уже такой переходной момент к следующей задаче, но так или иначе, работа с кадрами, работа с людьми, отбор их, поиск, привлечение, значит, огранка, да, вот как здесь, огранка и развитие этих людей, это целый комплекс мероприятий, которые реализуются в нашей стране, и надо сказать, что реализуются вполне успешно. Дальше это, конечно, инфраструктура национальной технологической инициативы, да, инфраструктура, платформа, решения, какие-то продукты национальной технологической инициативы и крупные экспортные контракты, да, собственно, это не только, речь не столько в контрактах, как речь в том, чтобы из разработки сделать действительно настоящий массовый полезный продукт, потому что мы понимаем, что от разработки до массового выпуска еще целый пласт работы, целый сегмент, с которым, как правило, у наших инновационных компаний, у наших стартапов возникают те или иные проблемы. Но вот, в общем, задачи, если обрисовать их так, они выглядят вот таким образом. И обратите внимание, я предлагаю вам с матрицей национальной технологической инициативы познакомиться чуть более подробно, посмотреть, что в нее заложено, посмотреть, как она работает, вообще познакомиться с ресурсами национальной технологической инициативы. И я уже, коллеги, смотрю на время и понимаю, что мы огромное количество времени потратили на внешнюю рамку, на вот ту первую часть, которая была анонсирована, так или иначе. Но теперь давайте, наверное, переходить, вы скажете, ну когда же уже будет переход, когда же уже будет переход, собственно, к системе образования, когда же мы уже поговорим про систему образования, возможно, в Воронежской области, но давайте мы попробуем сейчас все-таки к этому перейти и закончить с этой вот сложной и такой отвлеченной частью. Но еще раз повторюсь, на наш взгляд, эта часть принципиально важная, это часть, с которой принципиально нужно работать в системе образования, это часть, которая диктует изменения, диктует изменения среды, в которой мы живем, диктует то, как должен строиться наш образовательный процесс и какие цели мы себе должны выстраивать. Собственно, это та рамка, которая отражается на нашей с вами работе, коллеги, поэтому мы считаем, что это принципиально важно и совершенно хорошо, что мы ее достаточно подробно с вами разобрали. Ну, коллеги, сейчас я перейду к каким-то частным вещам, которые реализуются в Воронежской области в рамках, простите за тавтологию, реализации проектов разного рода. Я, наверное, начну с, опять, немножко с внешней рамки, вы уж простите меня, коллеги, но я начну с немножко внешней рамки опять. Коллеги, вот структура проектов, вообще такая проектно-инновационная инфраструктура области, она выглядит достаточно масштабно, да, если можно так выразиться, она выглядит достаточно масштабно. Наверное, в Воронежской области реализуется рекордное количество федеральных проектов в рамках, в том числе, нацпроекта образования. Сложно обозначить то направление и тот проект, в котором мы не участвуем, но я думаю, что в ваших регионах ситуация аналогичная. Кроме вот этой федеральной рамки нацпроектов, которые реализуются в области, безусловно, есть внутренняя региональная рамка реализации проектов. Эта рамка для нас очень ценная и очень интересная и очень важная. Это, в частности, наши региональные инициативы, региональные проекты, например, региональные инновационные площадки, коих в Воронежской области на сегодня больше ста. Это площадки, включающие уровень дошкольного образования, уровень основного общего образования. Это стажировочные площадки, это прекрасный проект по дуальному образованию, который затрагивает модернизацию педагогического образования, когда мы фактически сумели модернизировать программы педагогических колледжей и как раз учесть вот здесь запрос работодателей в данном случае, учесть запрос работодателей и состыковать социализующие программы. Вполне успешно сейчас завершился этот проект и модернизировался в нечто другое, уже в развитии, да, поэтому, коллеги, в этом случае инновационная инфраструктура выглядит достаточно широко, и мы ее, безусловно, воспринимаем как некую комплексную историю, как некий комплекс, который работает в целом на систему и формирует ту самую экосистему, которая будет обеспечивать нам реализацию вот той идеи персонализации образовательного процесса как одной из ключевых задач, которые мы в системе образования на региональном уровне, безусловно, идем. И в этом смысле сейчас покажу, буду прыгать с одного на другое, наверное, но давайте продолжим эту историю, буду сейчас показывать, сейчас все-таки договорю этот момент. Мы понимаем, что в рамках многих проектов, которые реализуются, и вы тоже находитесь в этой ситуации, создаются те или иные сущности. Ну вот, например, про одни сущности, они как отдельные институции, как части отдельных институций, как отдельные, ну, про мероприятия не будем говорить, и главное, будем говорить про институции, да, главным образом, это и региональные инновационные площадки, если говорить про комплекс, создаются либо, когда я говорила про сущности, понимала под этим, что они либо создаются вновь, либо с этими сущностями начинают работать как сущностями в рамках проекта, появившимся, но на базе существующих организаций, да. Поэтому региональные инновационные площадки на базе существующих образовательных организаций, школы, Российская академия наук, безусловно, реализуется проект в Воронежской области. Точки роста, коллеги, наш любимый проект, да, мы массово, много регионов, по-моему, в этом году точек роста стало уже больше пяти тысяч, да, уже открыто, и мы понимаем, что вот будет торжественный марафон, федеральный марафон открытий 29 числа, мы очень будем рады поделиться, да, и показать вам свои точки роста, и увидеть вас, и здорово, что формируется такая федеральная сеть, и такая массовая, совершенно замечательно, я бы вам глубоко, очень хочется глубоко погрузиться в образовательный процесс точек роста, и как он построен в Воронежской области, и если у вас будет такой запрос, мы, наверное, сделаем прям отдельное мероприятие, посвященное этому, потому что это прямо вот отдельная тема для разговора, и, ну, это современная школа, да, проект современная школа, если проект рассматривает успех каждого ребенка, то это, конечно, детские технопарки Кванториум, которых уже несколько в области, да, если рассматривать проект цифровая образовательная среда, то это IT-куб, который в этом году тоже появился в области, это вот замечательный наш Орион, который в рамках успеха каждого ребенка тоже появился, это Центр по работе с одаренными детьми по модели Сириуса созданный, да, ну, конечно, есть школы с низкими результатами, и это как отдельные сущности, с которыми мы тоже работаем, но не работаем отдельно. Вот, коллеги, достаточно много сущностей, я так понимаю, что во многих регионах так сегодня тоже, но мы рассматриваем еще раз это как комплекс, как некую экосистему, и вот мы достаточно быстро от понимания сущностей пришли к пониманиям кластеров. Мы ввели и даже в рамках нормативного документа в этом году понятие образовательный кластер, который состоит главным образом из базовых организаций, организаций-рецепиентов и существует за счет их взаимодействия, за счет их взаимодействия как элементов экосистем, как элементов образовательных экосистем. Надо сказать, что вот в такой трактовке, в такой трактовке все эти проекты, все эти сущности и так далее возникли, наверное, только, или сформулированы, скажем так, только в этом году мы сейчас пилотируем в связи с этим многие вещи, я сейчас их тоже постараюсь вам показать, но сейчас эти вещи возникли на уровне муниципалитет. Поддержано это региональной цифровой платформой как инструментом, который мы дали всем нашим сущностям, всем нашим образовательным организациям, собственно, для формирования, как инструмент для формирования вот этих самых экосистем образовательных. И вот, собственно, выдержку, да, я безусловно сейчас не смогу вам показать целиком платформу, которая существует, но некие выдержки я вам смогу показать, что сейчас уже заведены на платформу региональные и муниципальные кластеры, главным образом это, конечно, муниципальные образовательные кластеры, которые объединяются на базе муниципалитетов, и это связано с моделями финансирования, потому что пилотировать это с точки зрения моделей финансирования на начальном этапе проще, чем пилотировать, уже переходить полностью по персонализации, пилотировать штук с уровня региона, это, наверное, следующий шаг. Но, тем не менее, такие областные образовательные организации с подчинением департаменту образования, например, детский технопарк Кванториум, там, центр Орион и так далее, они, безусловно, формируют региональные кластеры на уровне области, в которые могут входить образовательные организации из любых муниципалитетов. Коллеги, это работает до безобразия просто. Я сейчас буквально в двух словах объясню, что есть региональная цифровая платформа, на которой любая организация образовательная может обозначить свой дефицит или свое предложение. Свой дефицит, откуда он, собственно, формируется? Дефициты формируются, исходя из запросов к образовательной организации, из внешней среды. Мы поговорили с вами про внешний контур, внешнюю рапку, про модернизацию образовательного процесса в целом и содержание во многом в части, формируемые участниками. И, безусловно, этими участниками образовательных отношений, запросов этих участников, исходя из каких-то личных побуждений, которые, безусловно, фиксируются и, безусловно, учитываются. Вот, собственно, вот эти самые дефициты может обозначить образовательная организация. Мы понимаем, что в силу ряда причин есть школы, как и у вас наверняка, есть школы с низкими результатами, у которых дефициты в том числе продиктованы их факторами, то есть среды, в которых эти школы существуют, так или иначе, сегодня. И поэтому и в том числе эти дефициты, они достаточно стандартные, не связанные с модернизацией процессов в целом. Но вот любая организация, неважно по каким побуждающим ее причинам, в данном случае может обозначить в рамках региональной цифровой платформы свои дефициты. И любая организация на эти дефициты может ответить своим предложениям. Ответить своим предложениям. Таким образом, формируется экосистема, формируется, налаживается взаимодействие между организациями, улучшается образовательный процесс для конкретного ребенка и учитываются его пожелания в плане образовательного процесса как субъекта образовательных отношений. Вы скажете, коллеги, а зачем, собственно, как вы побудили этому процессу начаться? И вообще, в принципе, как вы его, безусловно, в начале, когда мы говорим про экосистему, это вещь самоорганизующаяся, саморазвивающаяся, самоформирующаяся. Да, вы можете в этом смысле меня поправить и сказать, что это не совсем экосистема, но я скажу, что в начале все проекты так или иначе начинаются по какой-либо инициативе, в данном случае по инициативе с уровня региона. И, безусловно, в начальном этапе проекты культивируются. И, безусловно, мы также этим занимаемся, и побуждение участвовать в этом и побуждение активно иметь в этой системе формирования образовательных экосистем, образовательных кластеров активную позицию организации получают в том числе за счет финансовых моделей, в том числе за счет финансовой поддержки. Ну, вы, коллеги, все можете с этим достаточно подробно познакомиться, так как у нас анонсированное мероприятие до сегодня, до часа дня, я уже начинаю торопиться, очень много хочется вам рассказать, но какие-то вот реперные точки я вам тоже поставлю, и, безусловно, если вам будет интересно, вы сможете со мной связаться, задать вопросы, и мы сможем еще, наверное, запланировать это мероприятие, если будет интересно. Но, коллеги, возвращаясь к цифровой платформе и к тому, что вы можете с этим очень подробно познакомиться, у нас есть портал distantvrn.rf, вот я сейчас вам демонстрирую экран, ровно этот портал, вот с интернета, скажем так, да, вот эта активная страничка, которую я могу обновлять там и смотреть, что здесь происходит, это не презентация. Коллеги, портал был создан для сопровождения участников образовательных отношений, образовательных организаций в период вынужденного дистанта, в который зашла вся страна, но сейчас уже портал превратился в нечто большее, в нечто большее, поддерживающее систему в целом по разным поводам, по разным поводам. Но вот мы этим порталом пользуемся до сих пор, и, в частности, сейчас хочу вам показать, где вы сможете познакомиться вот с той моделью персонализации, про которую сейчас я рассказываю и говорю, может быть, вам будет это полезно у себя в регионе. Коллеги, обратите внимание, есть раздел документы на портале distant4n.rf, и здесь собраны в основном документы, которые помогают организовать образовательный процесс в дистанте. Это и наши региональные методические рекомендации, которые выходили на уровне региона, и федеральные документы, разнообразные рекомендации, приказы и так далее. То есть здесь, если интересно, можно посмотреть, собрана база соответствующая. И, коллеги, обратите внимание, здесь есть проект положения об обеспечении персонализации образования. Вот ровно в этом положении вы можете прочитать, вы можете его скачать, то есть если я нажимаю на него, то оно скачивается и открывается в Word в редактируемом формате. Вы можете с ним познакомиться. Собственно, здесь сформулированы мысли про образовательные кластеры, про экосистемы, про модели финансирования, которые применяются в регионе, про принципы построения образовательного процесса, про формы получения образования, про формы реализации образовательных программ. В общем и целом, это тот инструмент, который в том числе про форму реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если вы сейчас находитесь перед вопросом построения и планирования процесса, здесь собраны инструменты, в том числе, допустим, наши предлагаемые разнообразные формы, например, примерная форма чек-листа технического самоаудита для родителей. Если вы сейчас выборочно организуете дистант, не массовый или массово организуете дистант, тоже будет полезно вам для организации процесса. В общем и целом, здесь собрано достаточно много информации, в том числе, в качестве приложений, разнообразные, в частности, контракты, разнообразные документы, которые по моделям финансирования тем или иным могут заключать образовательные организации между собой, чем это вообще может регламентироваться и так далее. То есть предлагаю вам ознакомиться, документ лежит в открытом доступе, доступен вам для скачивания. И, коллеги, обратите внимание, уж коль мы затронули дистант вот сейчас, мы, безусловно, воспринимаем это так, что почему-то ставится в противопоставление дистант и традиционная форма, так называемая. На наш взгляд, здесь нет противопоставления, здесь стоит скорее вопрос соотношения, что в современном мире, в современных условиях, в которых мы с вами находимся, так или иначе, должно быть некое правильное соотношение того и того, и другого, в зависимости от целей и задач, которые мы себе ставим в данный момент времени с данным конкретным ребенком, какие цели и задачи он ставит себе, какое содержание хочет получить, с чем хочет познакомиться, потому что многое содержание наиболее эффективно дается именно и берется, дается и берется именно в дистанционных форматах, особенно все, что связано со сферой IT, достаточно хорошо и эффективно реализуется там. В общем, скорее, это вопрос соотношения, и, конечно, когда мы говорим про персонализацию, мы, безусловно, понимаем это дистант как один из возможных форматов, один из возможных элементов, который доступен для выбора нашего обучающегося и для вот такой конфигурации, конфигурирования, построения своего образовательного процесса под свои цели и задачи. И обратите внимание, раз уж мы пришли к дистанту, вот здесь также лежит базовый кейс по организации дистанционного обучения, ну, это некий сборник полезных для вас документов, шаблонов документов, которые вы можете использовать, брать и модифицировать под свою ситуацию определенную, ну, вот то, что вы можете взять и модифицировать под свою ситуацию, ввести в своей образовательной организации, ну, и пользоваться этим для организации дистанта выборочно или массово, как вам, как вам нужно в данном случае. раз уж мы пришли, да, вот раз уж мы пришли сюда, я вам показала дистанту, давайте на нем остановимся, вот сейчас я скажу, сейчас спрошу наших технических специалистов, что, наверное, не видно мой экран, да? вот я сначала программу запустите, а потом демонстрацию экрана выбираюсь в программу. Ну, да, коллеги, простите, пожалуйста, если вы чего-то не видели, мы сейчас исправимся. Вот, вы, наверное, нет, я все разобралась, я разобралась, вы, наверное, все сейчас вот видите, то, что я говорила до этого, да, и то, что пыталась вам показать, но уж простите меня, коллеги, еще раз покажу, что есть портал distantvrn.rf, открывается он ровно вот так, раз вы этого не видели, я вам покажу еще раз, да, открывается он ровно так, значит, здесь есть раздел документы, здесь есть раздел документы, и в разделе документы есть проект положения об обеспечении персонализации образования, о котором я вот до этого времени рассказывала, до этого времени рассказывала, и есть базовый кейс по организации дистанционного обучения. Ну, и, коль уж мы все-таки начали видеть этот портал, я сейчас расскажу там основную его цель, для которой он создавался во время дистанта, и то, что вы, собственно, тоже можете здесь найти, и, может быть, для вас это будет интересным референсом. Обратите внимание, здесь, собственно, по целевой аудитории, по целевой аудитории сформулировано меню, то есть по тем пользователям, которые у нас могут этим порталом вообще пользоваться, это обучающийся, с подразделением на то, что ему будет необходимо во время образовательного процесса, с возможными вариантами времяпрепровождения во время отдыха, катикулярного времени и так далее. Обратите внимание, есть раздел родителю, и все самое важное и нужное для него, руководителю, и, кстати, этот раздел живет бесконечно, потому что мы в этом разделе разместили все формы обратной связи, которые существуют и до сих пор на уровне региона. Это и трансляция каких-то мероприятий, в том числе совещаний, в том числе с департаментом образования, это и реестры каких-либо событий и документов, которые проводятся в области. Ну, в общем, но в целом все для руководителя. Педагогу, безусловно, ну, выпускнику, безусловно, да, но если вернуться на стартовую страницу, коллеги, то здесь, безусловно, про события и мероприятия есть достаточно подробная информация, проводимые, но главным образом мы на, вот когда заходили в дистант, мы понимали, но это отдельная тема для разговора, тоже можно туда углубляться, но мы понимали, что нужно дать образовательным организациям в том числе алгоритм, алгоритм построения образовательного процесса и алгоритм, вот возвращаясь к тому потоку информации, с которым мы с вами знакомились в самом начале и к огромному ее количеству этой информации, значит, понимая, что есть огромное количество ресурсов, как же в этом не потеряться? И коллеги, мы вот здесь вот считали, что наиболее комплексно организованные образовательные процессы это ресурсы разноплавные, разнофункциональные в данном случае, да, и здесь мы вот эти разнофункциональные ресурсы собрали, это ресурсы, содержащие образовательный контент, безусловно, которыми можно пользоваться для образовательного процесса, поскольку вы не можете выдать ребенку дидактический материал, ну вот находясь с ним в классе, и тот дидактический материал, который у вас, собственно, в классе был или есть, Ну а вы какой-то дидактический материал должны подбирать вновь, и какой-то контент должны подбирать вновь, потому что процесс немного изменился. Собственно, все ресурсы сделаны ссылками, на которые можно перейти, это достаточно удобно. Ресурсы для организации образовательного процесса, понимая под этим ресурсы, которые могут позволить вам сформировать курс, которые могут позволить вам провести то или иное тестирование, какую-то интерактивную работу, ну и так далее. Ну и, безусловно, инструменты онлайн-коммуникации, как один из таких функционалов, который должен чем-то закрываться, и чем же можно пользоваться в данном случае для организации образовательного процесса. Еще что немаловажно, ресурсы для развития общекультурных компетенций, то, что можно, собственно, посоветовать посмотреть для развития тех самых мета-предметных компетенций, о которых тоже много и часто говорят. Ну вот, коллеги, вы можете познакомиться с этим ресурсом, с топом вопросов в горячей линии, с документами, со всеми целевыми аудиториями, что предлагалось и когда предлагалось, с тем, как, ну и следить за этим ресурсом, если он будет вам тоже в помощи, тоже будет помогать. Потому что отличительной особенностью еще этого ресурса является то, что и тогда, и сейчас, например, если мы зайдем в раздел «Педагогу», пополняется ветка, сетка событий, сетка событий онлайн. Но так как мы сейчас не в таком режиме строгих ограничений находимся и можем проводить события разноформатные, в зависимости от количества наших участников, то, безусловно, здесь сетка не такая насыщенная, как она, например, была весной. Вы можете пролистать здесь месяц и посмотреть, какого плана мероприятия проводились и кем они организовывались. Для педагогов, и я надеюсь, что эта сетка будет жить и пополняться здесь на этом ресурсе, и вы можете также, так как эти мероприятия в большей части открыты и для широкой аудитории, и в дистанте, то, безусловно, может быть, вам это тоже будет интересно и полезно. Коллеги, ну вот такой экскурс. Мы, безусловно, с вами не поговорили о всем том, о чем бы хотелось поговорить. Мы, безусловно, не погрузились с вами в принцип построения образовательного процесса, например, в точках роста, как одном из каких-то частных вопросов, но которые, безусловно, тоже интересны. Мы можем погрузиться с вами в принципы построения образовательного процесса в детском технопарке Кванториум, у нас тоже есть на эту тему интересные зарисовки, интересные мысли, ну и так далее, и так далее. В каждый проект, в каждые какие-то отдельные вещи мы можем с вами погружаться. Если у вас будет такой запрос, то здорово было бы, если бы вы нам его каким-то образом обозначили. Коллеги, сейчас я предлагаю вам дать некую обратную связь. Вот я вывела на экран QR-код. Вы можете с помощью телефона его очень легко отсканировать и, собственно, дать какую-то обратную связь по сегодняшнему мероприятию, так как оно, к сожалению, подходит к концу. И, к сожалению, беспеременно, которое я обещала, но очень увлеклась, и мне хотелось вам много рассказать. Коллеги, я сейчас верну. Я просто вам покажу, что обратная связь выглядит вот так, и мы можем ее вывести в режиме реального времени. Если вы отсканируете QR-код и напишите что-то, ну, я вывела общий вопрос, самый интересный сегодня. То есть, может быть, там буквально одно слово нужно написать, что вам показалось интересным, что бы вы, может быть, во что-то вы бы хотели углубиться более подробно, может быть, о чем-то более подробно хотели поговорить, может быть, еще какая-то обратная связь, в том числе отрицательная, в том числе критика и так далее. То есть, все доступно, отсканировав QR-код, вы можете все это, собственно, все это сказать. Вот, поэтому я сейчас попытаюсь это сделать, значит, сама просто проверить работоспособность этой системы, но совершенно точно знаю, что это ресурс Минтиком, он очень удобный, его можно использовать в образовательном процессе. И работает, да, вот коллеги, которые находятся со мной в аудитории, подсказывают, что работают, и вы можете заполнить. А заполните какое-нибудь слово, пожалуйста, чтобы вот у нас с коллегами отразилось на экране это. Напишите что-нибудь, что… Я сейчас коллег своих попрошу, чтобы они написали тоже, и, может быть, вы тоже нам какую-то обратную связь дадите. Ну, вот как только коллеги напишут, я верну назад. Поэтому, коллеги, мы могли бы углубиться во многие вещи достаточно подробно, и над каждым проектом долго можно и интересно разговаривать. Это прям вот тема отдельных лекций. Простите меня за сегодня, за такую широкую рамку, но повторюсь, она мне казалась принципиально важной, особенно когда мы говорим про вызовы, особенно когда мы говорим про повышение квалификации своей, особенно когда мы говорим про модернизацию образовательного процесса. И про то, что же должно учиться в системе образования, поэтому считаю это принципиально важным, и готова говорить об этом еще достаточно долго, потому что это очень интересно, и поэлементно это тоже можно собирать. А у вас не получилось ничего написать? Или есть какие-то сложности с этим? О, вот, да, вот, коллеги, схема работает, мы заканчиваем. Схема работает, я, коллег, ориентирую, что уже 13 часов, и мы заканчиваем. Коллеги, спасибо вам огромное, всегда рада ответить на ваши вопросы. Пишите в Институт развития образования, Воронежский институт развития образования имени Бунакова. Татьяна Куликова меня зовут, буду рада с вами пообщаться и вживую, и в дистанте, ответить на ваши вопросы. Спасибо вам сегодня за время, и надеюсь на общение, и на скорые встречи с вами. Надеюсь на вашу обратную связь. Спасибо, коллеги, до свидания.